Так, снова здравствуйте. Продолжаем читать книгу СКС «Режим Бога». Сегодня у нас третья часть третьей книги. Закончили мы на... Все присутствующие идут... На концерт Бонием! Ну, конечно же. Черт, совсем вылетело из головы. Первые непонятки начались с погоды. 40-градусные морозы, при которых, по воспоминаниям очевидцев, проходили гастроли группы, в реальности не дотягивают даже до минус 10. Ночью я предусмотрительно просмотрел несколько архивов погоды, но везде было одно и то же, от 6 до 9 ниже нуля. К минус 30, да и то, сначала только по ночам, столбик термометра станет подбираться дней через 10. Дальше больше. Тысячные толпы москвичей, старающихся прорваться на концерт через многочисленные кордоны милиции, были представлены едва ли двумя-тремя сотнями человек, столпившихся около входа в ЦКЗ и жадно ищущих лишний билетик в попытке припасть к роднику капиталистической поп-культуры. Да и самих милиционеров наблюдалось от силы человек 20, не больше. И то же, только непосредственно у входа в Россию. И что это? Параллельная реальность или выверты памяти очевидцев? В отснятом о них в фильме Бонни-Эмовцы дурачились на Красной площади, кидались снежками, валялись в сугробах. Ну, вряд ли они так бы вольготились при минус 30. Впрочем, ладно, не суть. Через толпу центрального входа мы не пошли. Три черные волги с серией МКМ Проследовали к служебному входу, где высоких гостей лично встречала незабвенная Муся. Мария Баруховна Пульяш. Главный музыкальный редактор России. Калиночка Леонидовна, Светланушка Владимировна, Господи, как же я вам рада! Юрий Михайлович, здравствуйте, золотой вы наш человек! Витенька, нет, ну скажите, какой красавчик растет, да? На погибель всех девичьих сердечек. Гришенька, ты, как всегда, самая элегантность, да, я тебя расцелую. Девушки, все-таки нет на свете женщин красивее, чем наши. И еще минут пять в таком же роде. Видимо, такая манера общения была здесь делом обыденным, потому что и Брежнева, и Щелокова восприняли это все как само собой полагающееся. Чурбанов, одетый по случаю концерта в элегантный серый в полоску костюм, тоже расслабленно улыбался. Немаленький кабинет-пульяж был нами временно превращен в гардероб, в котором женщины, скинув свои шубы, поправляли туалеты и макияж, а мужчины непрекаянно толкались по углам, развлекая себя разговорами. Щелоков в последний момент поехать не смог, и его супруга, немного расстроенная отсутствием мужа, вяло жаловалась дочери генсека. Если он еще и Юру на работе оставил бы, то домой мог бы вообще не приходить. Так пусть и поселился бы на своей горево. Мои дорогие, зрелище вам предстоит необычное, поэтому предлагаю профилактически немного укрепить нервную систему. В руках у улыбающейся пульяж появилась бутылка Наполеона и несколько маленьких рюмочек. Неизвестно, откуда возникла тарелка с уже порезанным лимоном, и присутствующие с должным энтузиазмом откликнулись на профилактическое предложение радушной хозяйки. Да, как быстро человек ко всему привыкает и отвыкает. Первые недели и месяцы моего второго детства меня откровенно потешало поведение советских певцов и певиц во время выступлений. Их серьезные лица, изображение внутреннего драматизма, одинаковые костюмы музыкантов Виа. А теперь я соторопью смотрю на кривляющегося на сцене черномазого пидораса и понимаю, что этот раскованный представитель западной культуры вызывает у меня приступ тошноты. Честно, не ожидал. Концерт Бонием, как сплошная затянувшаяся пытка. Несвразные комбинезоны из блестящей ткани, пошлые перья из дурацких шляпок и вульгарный макияж на лоснящихся от пота черных лицах превратили в моих глазах солистов Бонием в откровенных фриков. Их неестественные улыбки и нелепая жестикуляция в попытках расшевелить глухо молчащий зал вызывали в лучшем случае только сочувствие. Полночи я читал в айфоне воспоминания очевидцев этого концерта и даже посмотрел фильм, посвященный такому эпохальному событию, как визит Бонием в Москву. Захлебывающиеся слюнями умиления Макаревич и Троицкий симпатии не вызывали, но их рассуждения о прорыве железного занавеса, находящейся в зените славы западной группой, были вполне созвучны моему пониманию события. Маленькая ремарка. Железный занавес ровно так же, как и сейчас, был установлен не со стороны России, а со стороны Запада. Так Запад называл свои собственные же санкции. Поэтому надо полагать, и Запад определил, кого нам сюда можно заслать. Конечно, воспоминания Ирины Родниной о явном портхоз-активе в зале и интервью самих постаревших участников Бонием о том, как они героически пытались заставить танцевать коммунистов, вызывали улыбку. Но ролики с Ютуба объективно подтверждали, что к такому зрелищу советские люди были не готовы. Я даже заранее настроился, что тоже буду сидеть весь концерт с каменным выражением лица, но внутренне ждал праздника души, какую-то отдушину из будущего, в которой сейчас так отчаянно нуждался. Но Обломс – долгое, вульгарное и унылое ретро. В худшем смысле этого слова. После концерта мы снова в кабинете у Пульяш обсуждаем, осуждаем увиденное зрелище. Общее мнение сводится к тому, что в этом что-то есть, но советскому народу нужна высокая культура, а не Содом и Гамора на потребу невзыскательному западному вкусу. Поддакивая, я украдкой переглядываюсь с Верой и понимаю, что сегодня ночью у нас есть реальный шанс. Это после месячного-то воздержания. Мама опять в Ленинграде. Вера готова, сомнений нет. А впереди свободные выходные. Ибо никакая сила, включая Мамонта, не заставит меня завтра пойти в школу. И тут на тебе. Невзначай оказавшаяся рядом белобрысая зараза, чуть склоняет голову к моему уху. Поговорить надо с сифотня. Нашла время. Ну, не гадюка, а. Все, что успеваю сделать, это сунуть в карман Вериного полушубка ключи от Тверской квартиры. В нынешней ночной Москве вариантов посидеть почти нет. И развезя по домам Веру и Ладу, мы с Альдоной на милицейской волке возвращаемся в гостиницу России. В половине двенадцатого ночи в ресторане кремлевский народу полно. Естественно, в основном иностранцев. Но нас здесь помнят по прошлым визитам в компании кремлевских небожителей. И метродотель сразу же находит свободный столик. Ресторанная кухня уже не работает. Поэтому импортная публика или доедает, или банально напивается. Нам приносят кофе. Не споря и никак не выражая осуждения, Альдона по моей просьбе заказывает полтинник Арарата. «Тебе правда не понравился концерт?» «Правда. Мы сможем значительно лучше. По крайней мере, уровень их ведущей группы посмотрели. Тоже польза». Альдона задумчиво отпила капучино и кончиком языка облизнула верхнюю губу. «А, планы на ночь уже сформировались. И смена объекта, как я погляжу, Организм не смущает!» Выпиваю с залпом принесенный официантом коньяк И с удовольствием морщусь от лимона. Холодные глаза при балтке Некоторое время наблюдают за моей реакцией. Затем следует вопрос в лоб. «Ты откуда-то знаешь, итальянский?» «А почему ты, сучка, коньяк без звука заказала?» «Я удивлен и даже не стараюсь этого скрыть. Сам выучил. Я же рассказывал». «Переводчица считает, что не мог. Так, чтобы писать на чешом языке стихи. Но, как видишь, выучил и пишу». Я недоуменно пожимаю плечами. «Она гарантирует, что это невозможно». Раздраженно кривляюсь. «Ну и откуда тогда я, по ее мнению, знаю язык? Может, я итальянский шпион?» «Я и спрашиваю, откуда ты его знаешь?» Наступает моя очередь изучать взглядом собеседницу. Пару минут молча пялимся друг на друга. Затем Альдона отводит взгляд. Не уступает. Просто отводит. «Мы договаривались, я тебе не враг. Просто, если сегодня спрашиваю я, то завтра хочет спросить мой отец. А послезавтра этим заинтересуются в комитете». «Твой папа работает в КГБ». Я насмешливо улыбаюсь. И хотя этот вариант предполагался мною давно, но под сердцем холодеет. «Нет». Ответ слишком короток, и мне этого мало. «Излишне подозрительная Надежда Алексеевна оттуда?» Я продолжаю удерживать на лице улыбку. Альдона молчит. «Ты?» Я уже улыбаюсь от уха до уха. В ответ опять молчание. «Ну же, моя верная и преданная Шахразада!» Визирь повелевает поговорить с ним. Услади мои уши своими ответами, наполненными правдой и искренностью. Несмотря на мой приторно-восточный тон, я стираю с лица улыбку и опять пристально вглядываюсь в синюю мерзлоту, которой полны глаза этой очень красивой, но такой сложной латышки. Альдона некоторое время сидит неподвижно, затем с почти незаметным намеком на вздох интересуется. «Не хватит постоянно-то ведь?» «Мое терпение может и лопнуть!» «Я верю в тебя!» «Ты железная девушка, все выдержишь!» «Даже меня!» Глумливо улыбаюсь. Следующие минут десять мы сидим молча. Прибалтка безразлично рассматривает зал и напивающихся иностранцев, а я добродушным взглядом исследую ее точеный профиль. Все-таки ослепительно красивая девица. Но все делает, чтобы это как можно меньше бросалось в глаза. На сегодняшний концерт все наши дамы вырядились, а она пришла в вельветовых брюках, которые ничего не обтягивали, и в свободного кроя размахайки с широкими рукавами а-ля летучая мышь. Никакого макияжа, белые волосы убраны в обычный конский хвост с черной аптечной резинкой. Про на те, что не в курсе. Папа работал раньше, сейчас в МИДе, ты сам знаешь. Я настолько задумался, что даже не сразу понял, что слышу негромкий голос Альдоны. Бывших сотрудников не бывает. Быстро нахожусь, что возразить. Стараюсь разговаривать спокойно, но грозовую тучу, встающую на горизонте, ощущаю уже практически физически. Не тот случай. Сухо реагирует на мою реплику прибалтка. Почему это? Во мне моментально зарождается жгучее любопытство. Альдона уже не скрываясь морщится. Этот поворот разговора ей неприятен, да, наверное, как и весь разговор в целом. Одним мельком брошенным взглядом она умудряется подозвать официанта и через пару-тройку минут нам приносят еще 50 грамм коньяка и два мороженых. Так, меня пытаются споить? Надеюсь, чтобы потом надругаться? А, на нервячок пробивает. Что-то я сейчас доуслышу. Давай о девушке собраться с духом для каких-то сложных откровений. Я активно принимаюсь за шоколадный пломбир. Альдона долго смотрит на свою хрустальную вазочку с мороженым, затем, без всякой логики берет и медленно выцаживает сквозь зубы мою рюмку Арарата. Мама Альдоны умерла, когда девочке еще не исполнилось и пяти лет. Трагическая и глупейшая смерть от банального аппендицита летом на отдыхе в деревне. Сначала терпела, потом не довезли. С того дня отец с дочерью стали неразлучны. И в корейскую командировку в 1962 году шестилетняя Альдона естественно поехала с папой. Вопреки существовавшим инструкциям из личного разрешения председателя КГБ СССР Владимира Ефимовича Семичастного. Майор Комитета Государственной Безопасности Имант Янович Веверс был командирован в Пхеньян для работы советником при посольстве СССР. Но в братской социалистической Корее дипломатический статус был чистой условностью. Перед новоиспеченным советником была поставлена ответственная и очень актуальная задача интеграция специфических советских наработок в систему обучения корейских коллег для их дальнейшего использования в помощь другим азиатским братьям по социалистической идее. Откровенничать дочь разведчика не умела патологически, поэтому мне оставалось лишь догадываться, что одной интеграции роль Ейонова Папахина в Пхеньяне не ограничивалась. Скорее всего, товарищ Веверс сделал себе имя, занимаясь непосредственным планированием и осуществлением так называемых тайных операций. Исправлялся со своей задачей потомственный чекист хорошо. За почти 10 лет, проведенных в Северной Корее, майор дорос до полковника получил 5 орденов и множество благодарностей от самого высокого начальства на Лубянке. Сам по себе корейский аппендикс уже стал мало кому интересен, но щупальца северокорейских спецслужб сумели проникнуть во все страны Юго-Восточной Азии. И полковника Веверса ждали в Москве генеральские погоны и блестящая карьера. В Северной Корее девочка провела 10 лет. Первую половину дня обучалась в школе при советском посольстве, а вторую от нечего делать на тренировочной базе Маранбон, самой секретной северокорейской спецслужбы партийной разведки со странным названием «35-я комната». Курс полной подготовки этих элитных северокорейских диверсантов-разведчиков составлял 5 лет. Альдона сумела сдать свой добровольный выпускной экзамен с 14-м результатом. Из 530 курсантов 5-го курса. Еще раз моя ремарка. Я уже говорил, что это невозможно по ее поведению, которое здесь уже описывалось. Но оставим художественный вымысел в покое. Вместе с тем папаша Веверс заботился о духовном воспитании дочери. Этот малоприятный тип гестаповской наружности оказался тонким ценителем Чехова и Бунина, поклонником Ремарка и Драйзера. Время близилось к часу ночи, ресторан стали закрывать. Часть иностранцев перепилась до положения лежа, их эвакуировали до номеров сотрудники гостиницы. Другая, шатаясь и горлоне песни, самостоятельно стала расползаться по спящим коридорам России. Мы же переместились в круглосуточный бар на 16 этаже. Я вцепился в Альдону клещом, хорошо понимая, что если сейчас из нее все не вытрясу, больше такой возможности может никогда не представиться. Вместе с тем мне показалось, и может быть только показалось, что девушка сама уже не хочет останавливаться в своем повествовании на полпути. Закончилась корейская эпопея семейства веверсов неожиданно и Дика. Руководитель всех северокорейских спецслужб и секретарь ЦК Трудовой партии Кореи генерал-полковник Центр партии 30-летний Ким Чен Ир лично присутствовал на выпускных экзаменах и положил глаз на белокурую дочку русского советника. Еще раз, на выпускных экзаменах ее банально не могло быть. И да, полный курс предполагает всю вот эту вот движуху со стрельбой боевыми, в том числе в направлении друг друга. Соответственно, 10 лет проведя рядом с оружием, в обнимку с оружием, у нее не должно было быть вот такой реакции, как там, на пляже, когда Виктор стрелял в ее сторону. От слова совсем. Ну, ладно, еще раз. Это у нас художественный вымысел и... Но про положил глаз автор не врет. Сделанное предложение было прямым и бесцеремонным. Как в кавказской пленнице, Альдона усмехнулась уголками губ. Раны, халательник и путевка. Я в шоке захлопал глазами. Поворот в рассказе оказался для меня слишком неожиданным и каким-то иреальным. Слава Богу, еще хватило ума воздержаться от шуток насчет невысокой цены. Думаю, на этом разговор бы и закончился. Ярко-синие глаза Альдоны уже давно потемнели, буквально до цвета ночи. И, как мне кажется, дело не в полумраке, царившем в баре. Как такое может быть? Я искренне недоумевал. Дочь дипломата страны союзницы. Человека, который обучает твой лучший спецназ? Там все не так однозначно. Прибалтка поморщилась. Чувствовалось, что сейчас она уже говорит через силу. Акцент стал совсем сильный. к началу семидесятых многое стало меняться. Ким Мирсен стал ориентироваться больше на Китай и попытаться устроить в южной части второй Вьетнам. Москва резко возражала, оттого и отношения стали охлаждаться. К тому времени тесное взаимодействие осталось только в подготовке разведывательно-диверсионных сил. Ну, то этого случая. И что сделал папа? Этот вопрос я уже задавал с замиранием сердца, отчаянно не желая верить в худшее. Альдона внимательно посмотрела мне в глаза и усмехнулась. Ответил, что перетаст предложение дочери. Потом спрятал меня в посольстве и связался с Москвой. А Москва пообещала орден. Точнее тфа хему и мне. Блядь! Я разинул рот. Да как так-то? Стревоженный моим восклицанием из подсобки выглянул бармен. Кроме нас двоих в баре больше никого не было и средних лет повелитель шейкеров видимо решил передохнуть от стояния за стойкой. Тфа коньяка и тещо кофе голос Альдоны сейчас больше напоминал воронье карканье. Почуяв неладное бармен заметался мышью и минуты через три мы получили заказанное. Все время ожидания просидели молча. Обе рюмки служитель общепита поставил перед девушкой но как только он вернулся за стойку Альдона сделала приглашающий жест и я в точности повторил ее манеру медленно выцедил коньяк сквозь зубы поставил рюмку на стол и наконец не выдержал и что потом тем же вечером в покашнике автомобиля посла в аэропорт Опа повисло там был наш военный порт на нем во Владивосток а в Москве папа написал рапорт и после грандиозной нервотрепки теперь работает в миде я мелкими глотками пил горячий капучино и переваривал услышанное взбодрившийся бармен протирал свои многочисленные стаканы а из динамиков негромко доносился голос Джо Досена и что наши корельцам так все и спустили с рук не удержался я хотя уже и догадывался об ответе наши периодически посылают туда на кастроли ансамбль перезка вот те заодно и танцуют охренеть опять сидим молча я искренне в шоке как-то неоправданно романтично верил что в советском союзе такого быть не могло я конечно читал что иностранцам кгб подкладывал завербованных валютных проституток что агенты соцблока особенно гдр-овцы соблазняли министерских секретарш на западе но что такое и да не узнает никогда альдона но факт что в какую то северную корею посылали всемирно известную березку чтобы девчонки ублажали вонючих чучхе меня поразил больше в конце концов сальдона и дело житейское она красавица и наверняка была такой уже и в 17 лет и с тем что похотливое будущее солнце нации захотела всунуть свой стручок все понятно непонятно другое как он осмелился предложить такое дипломату великой страны и почему великая страна за это не наказала слушай мне чисто для себя а кто в москве предложил вам за это по ордену видимо голос выдал альдона оторвала взгляд от стола внешне она уже выглядела совершенно спокойно только вот лазурит глаз не вернулся взгляд по-прежнему был неопределенно темен удивительное свойство сачаем тебе акзан тоже уже почти не слышен но две яркие дорожки со скул никуда пока не делись придет время поквитаемся искренне отвечаю я альдона что-то услышала в моем тоне смотрит с интересом и с интересом же отвечает сам андропов ну в общем как-то так я и предполагал деловито киваю допиваю остывший кофе считай второго уже подписываюсь грохнуть дело за малым сделать когда выходим на мороз улицы и направляемся к одиноко дымящей на пустующем пандусе волги льдон способности просто не афишировал школа отучила быть слишком умным я грустно улыбаюсь так что вопросы мне следует задавать не только про итальянский но и про английский немецкий испанский французский португальский что-то лучше что-то хуже но говорю и понимаю я на всех этих языках ну слава богу даже в свете автомобильных фар видно что в округлившиеся от удивления глаза возвращается синева не спала девочка моя и даже ужин приготовила впрочем до ужина ли если тебя встречают в коридоре в одном коротком халатике после месяца воздержания мужчина в постели в носках вверх пошлости но я своей по крайней мере оставшейся правой смог стянуть только когда мы перебрались в ванну вот за что я люблю старый фонд так это за то что испуганные соседи не вызывают милицию когда ты занимаешься любовью или например кого-то живьем расчленяешь не слышат они этих безобразий ну и слава богу зая сегодня первый раз решила не сдерживаться а я на это прям как на допинг какой-то среагировал да еще и жару прибавил в чугунной на изогнутых ножках ванне было удобно но мы снова перебрались возиться в спальню хотя затем еще не раз возвращались в эту дореволюционную купель антракт проводили на кухне где впервые за незнамо сколько лет я налопался жутко вредных и кошмарно канцерогенных шпрот в конце концов рассудил так или в конце семидесятых эти шпроты еще нормальные или есть кому побеспокоиться о моем здоровье забавно будет если их неведомые мне замыслы не осуществятся из-за того что я загнусь от какой-нибудь съеденной или выпитой дряни вот пусть они и берегут меня а я пока буду шарать бутерброды со шпротами одеющие с икрой оказались вкусно так как когда мы наконец угомонились и расслабленные лежали на смятых простынях вера потерла щекуя мое предплечье и невзначай поинтересовалась а где ты настолько задержался надо же долго терпела зевнув я положил руку на черноволосую головку и погладил как маленькие девочки встреча была отложить не получилось замерла недолгое молчание но все-таки решилась а с кем молчу как и предполагалось заяни выдерживает первое Ви ты если не хочешь не рассказывай как делился со мной житейской мудростью в потустороннем времени один мой очень непростой московский знакомый женщина ведет себя ровно так как ей позволяет мужчина и тут надо постоянно сохранять бдительность как на минном поле если ты однажды что-то разрешил то больше уже никогда не запретишь она будет за это свое право бороться до конца какая бы пустяковая мелочь это не была если ценой этой борьбы станет ваш брак то она этого даже не заметит в своем упрямстве это животные бессмысленные и беспощадные и при такой жизненной философии у него были уйма любовниц однодневок и четверо детей от одной женщины брак с которой он упорно не регистрировал на протяжении двадцати с лишним лет никогда завещание в ее пользу составил и хватит а то она решит что больше стремится не к чему и все сразу пойдет кувырком впрочем еще за двести лет до этого разговора уже было написано чем меньше женщину мы любим тем лучше нравимся мы ей тоже еще тот сукин сын писал у меня так не получалось да и не хотелось я всегда надеялся найти в женщине еще и друга а жить как с врагом или дрессировать как животное увольте вот может за это жизнь и уволила все понимаешь но не делаешь оставайся одиноким а у того московского знакомого была вполне счастливая семья и четверо замечательных детей слишком завспоминался вера тревожно ловит мой взгляд и уже лепечет что она просто так спросила если это секрет то рассказывать не надо и что делать смотрю на не в шутку встревоженную девушку и выбираю худший вариант полумеру ведь вроде и надо скотиница вроде все понимает даже готов а предохранители из прежней полувековой жизни еще очень сильны так сразу их и не пережжешь понимаешь я потягиваюсь и высвободив руку сажусь на кровать это не секрет просто я жутко ненавижу перед кем-нибудь отчитываться если сам этого не хочу захочу скажу не захочу по каким-либо обстоятельствам не буду говорить сейчас первый и последний раз отвечу будешь настаивать в будущем поссоримся возможно фатально у Веры испуганные глаза и нервно подрагивают губы какая же красивая девчонка чтобы видеть такое зрелище не грех даже попугивать ее иногда хотя конечно жалко зайку я пил кофе с Альдоной ее папа высказал желание со мной завтра встретиться она передала приглашение и поделилась соображениями что могло вызвать его интерес ко мне но если ты не дай бог проболтаешься Альдоне я выразительно посмотрел в большие изумрудные глазищи девушка согласно закивала головой и потащила меня обратно под одеяло немного полежали молча вера сильно прижималась ко мне всем телом и как итог мы опять принялись за возню вархатная кожа бесподобно красивая грудь мягкие губы а главное я физически ощущаю исходящую от нее нежность странно все закончилось мы просто целовались долго и трепетно так как ни разу не получалось до этого задохнувшись вера отстраняется и начинает задумчиво водить тонким пальчиком по моему носу губам подбородку затем он легко соскальзывает по руке к кубикам на прессе казалось что сама девушка сейчас здесь не присутствует чуть заметная улыбка на опухших губах адресована куда-то внутрь ее самой веки поднимаются все реже и спустя некоторое время аккуратный носик утыкается в мое плечо и чуть слышно начинается петь заездил гад не знаю может и есть в этом какой-то высший замысел природы гиперсексуальность мужчины приходится на период когда ему никто не дает вряд ли я оригинален в своих рассуждениях да и теория Фрейда появилась задолго до меня но секс точнее его отсутствие конечно мощнейший двигатель для личностного роста мужчины почему красавчики как правило ничего в жизни особо не достигают но потому что им не надо бороться за обладание особами противоположного пола те и так дают за красоту и почти все за нее же прощают а вот если ты обычный а тем более противненький толстенький или слабенький то это приходится компенсировать властью или деньгами за которые в свою очередь приходится биться с подростковых лет пробиваться угождать предавать подличить рваться и рвать может поэтому во власти и в бизнесе такое количество мерзавцев уродов подлецов и извращенцев а вот частных людей и красивых лиц почти нет мужчина существо ленивое когда нет стимулов лишний раз не пошевелится к безденежью со временем привыкаешь тем более если вокруг уравниловка или такие же нищеброды а вот природный инстинкт побороть сложно но самок тянет на красивых здоровых ярких а те хотят уж если не красавчика то хотя бы как за каменной стеной чтобы ни в чем не нуждаться потому что мужчина должен вот он тебе и стимул а у меня сейчас есть все в этом детстве я умен и образован два высших образования и докторская степень попробуй найди другого такого же подростка жизненный опыт полвека включая руководящую госслужбу и весьма немелкий бизнес будущее понятно и предсказуемо айфон с придыханием и абсолютно искренне денег минимум рублевый миллионер и это только пока здоровье и сил вагон опять же красавчик слышу об этом все чаще и чаще дают и взрослые красавицы и сверстницы какого же лешего мне просто не жить в свое удовольствие не задумываясь о судьбах страны и мира сердце бьется так мощно что моя грудная клетка аж содрогается я снова прислушиваюсь к ровному сыпению себя под ухом мечты мечты все равно ведь полезут дальше бороться искать найти не сдаваться блять то ли глупость то ли судьба постепенно успокоился в голове еще крутились какие-то мысли но сон навалился как всегда незаметно утро началось сладостно обнимашки возня плескание потом мы вместе жарим яичницу и намазываем бутерброды и тут Вера меня удивляет несмотря на вчерашний отлуп и последовавший явный испуг она снова осторожно возвращается к поднятой теме Ви ты знаешь мы с Альдоной никогда особо в институте не дружили впрочем она ни с кем не дружила но после того случая когда Альдонин папа так сильно помог мы стали общаться ближе она сделала паузу явно собираясь с духом ее папа очень непонятный человек ты не подумай я ему очень благодарна но моя красавица опять запнулась подбирая слова а затем видимо махнула рукой говорят иман Янович служил в КГБ а потом поссорился с самим Андроповым девушка округлила глаза никто не знает почему но когда он вернулся из Кореи то его перевели в МИД и даже не по линии КГБ а обычным рядовым сотрудником в департамент стран Азии хотя он был каким-то особо ценным специалистом в комитете папа сказал что никогда не слышал чтобы человек находился в одной стране почти 10 лет но уже через месяц когда министр был на сессию ООН неожиданно собрали внеочередное партсобрание на которое приехал сам Пельше председатель комитета партийного контроля он-то и предложил избрать секретарем парткома Веверса говорят когда Громыко узнал то рвал и метал но ничего изменить не смог Вера откинула с лица прядь волос потом он как-то попытался вывести секретаря парткома из членов коллегии МИДа и опять не смог ему в самом политбюро указали на недопустимость ослабления партийного контроля в деятельности министерства последние слова Зая явно процитировала и потом когда папа обратился к Веверсу и Альдонин отец вмешался то тут же все затихло с ним все просто боятся связываться по министерству ходят разные слухи и что Иман Янович генерал КГБ и даже герой Советского Союза и что они спельше чуть ли не родственники но точно никто ничего не знает Вера отставляет чашку с недопитым чаем берет мою кисть обеими руками крепко сжимает и смотрит прямо в глаза Ви ты только не злись я не лезу в твои дела и не говорю что тебе делать просто хочу предупредить ты очень умный и способный я Альдонин отец очень опасный человек я просто чувствую это доводы закончились остались одни эмоции зая смешалась но мою руку сжала еще сильнее и упорно не отводит глаза отти чувствую как там говорил горбатый урка Шарапову бабу не проведешь она сердце видит тревоги веры никак на мои планы не повлияли поскольку и без ее предупреждения я понимал в логово к какому матерому зверю иду в гости больше оценил другое ведь ночью зая явно испугалась моего предупреждения про фатальность лезть в мои дела а утром все равно героически вернулась к поднятой теме и постаралась предупредить ушастый герой что же касается самого папаши Веверса то худшее что он может мне сделать это забрать Альдона из группы она девица своевольная но против воли папы скорее всего не пойдет по большому счету вообще непонятно почему она приняла мое предложение войти в состав ВИА не похоже она на тех девушек которые мечтают ублажать публику сейчас на сцене советская естественно задом конечно не крутят это даже противопоказано но все равно ведь надо улыбаться двигаться принимать разные красивые позы Альдоне это дается с трудом как встать ей необходимо сначала показать тогда она повторит но даже необходимость улыбаться дается ей через силу ну и зачем тогда так себя ломать что она хочет вот если только всемогущий КГБ давно и по полной меня разрабатывает а девочку просто подвели тогда понятно почему она все это терпит хотя конечно слабо верится не тот у нее характер не та жизненная философия да и во вчерашнее откровение это не вписывается если только не придумано все от начала до конца и в философии и в откровениях к тому же если бы в этих раскладах присутствовал КГБ меня уже давно взяли бы ну допустим дело о сгоревшей даче раскрыли чего ждать брать и трясти щенка на тему откуда узнал о кладе пусть даже не сразу понаблюдали поняли что сообщников нет и вперед стали приглядывать после награждения в Кремле и что могли навысматривать опять те же в самом худшее случае деньги оружие драгоценности самострой на мангаре решение такое же брать и трясти единственный вариант когда схема арест допрос не срабатывает это если они обнаружили айфон тогда да непонятная техника непонятного происхождения невозможность доступа к ее функционалу да и непонятен этот самый функционал в принципе в этом третьем варианте комитет будет следить и ждать гостей или хотя бы сеансов связи закладок любых моих шпионских телодвижений чего-нибудь но тут возникает поездка в Италию а за границу они меня выпустить не должны ни при каких обстоятельствах значит скоро арестуют для чего и пригодится папаша Веверс с его предложением зайти в гости и арестуют меня именно у него на квартире это если опасаются что за мной приглядывают пока не обнаруженные контрагенты нейтральная территория невозможность подать условный знак о провале легендированный промежуток времени для работы со мной либо для начальной вербовки либо для экспресс вытряхивания информации получившийся расклад вызывает у меня усмешку и холодок между лопаток вот ведь накрутил хотя под уменьшить самоуверенность и повысить осторожность еще никому не вредило через арку я выхожу со двора на улицу и настороженно изучают взглядом открывшийся вид неподалеку стоит грязно-белая волга с шашечками на передней двери а вот слева шагах в 20 расположилась уже волга черная тоже с незаглушенным двигателем через дорогу двое мужчин с поднятыми воротниками пальто справа мужик ватнике задумчиво изучает свою лопату не понял чё за ёб твою мать кровь сильно ударяет в голову по всему делу пробегает холодная дорожь это что всерьез не в силах поверить в так легко и буднично произошедший крах я чувствую как внутри меня начинает зарождаться паника а мозг лихорадочно перебирает пути спасения обратно во двор через вторую арку наверняка перекрыто в подъезд через лестничное окно на Тверскую но я уже стою около такси и водитель машины внимательно на меня смотрит в голове возникает одна но исчерпывающая мысль вся мне жопа с трудом справляюсь с тугой кнопкой на ручке молчаливый приглашающий жест водителя крепкий лет сорока коротко стриженный мама как баран на заклании я неловко плюхаюсь на переднее кресло так это ты на речной хрипло интересуется водитель я сначала киваю и сразу начинаю отчаянно мотать головой мне домой сначала надо заехать на барклае я там подарок забыл а вдруг мне бы только добраться до пистолета айфона а там чем черт не шутит может быть удастся уйти в любом случае я прекрасно понимаю что меня ждет на лубянке от тоски и жалости к себе хочется заскулить так бездарно все просрать мудак хренов господи да как так то водитель неумолимо качает головой заказ был на речной вокзал и в этот момент я за всей очевидностью понимаю я не поеду даже ценой собственной жизни иллюзий никаких они на лубянке вытрясут из меня все заставят разблокировать айфон и и в этой реальности мир станет еще хуже а меня так и так не станет значит и терять уже нечего в кровь как из невидимой капельницы начинает поступать жидкий лед уходят паника и страх вместе с ними исчезает и тошнотворная слабость мозг начинает работать как компьютер зрение обостряется до предела локтем незаметно вдавливаю блокиратор своей дверцы так со спины почти чисто но если только стекло разобью так это не сразу же несколько секунд у меня есть и все же мне надо на Барклая карты сданы и я почти улыбаюсь ребро левой ладони сейчас пойдет ему в горло а дальше останется вытолкнуть тело из салона и если успею забрать оружие в первые 10-15 минут колеса дадут мне больше шансов выйти от погони водитель повышает голос заказ был на речной вокзал у меня заканчивается смена я поеду строго по заказу или едем парень или вызывать другую машину кажется что в этот момент мое сердце пропускает пару ударов такси уехало расстроенный дворник бормоча себе под нос неслышное ругательство проходит мимо меня со сломанным черенком от лопаты двое пожилых мужчин пряча уши от мороза в поднятых воротниках неспешно уходят по Тверскому проезду в сторону Пушкинской улицы а я внимательно досматриваю сцену как начальственного вида гражданин усаживает в черную волгу тетю в длинной шубе и не по годам разъевшуюся девочку в красной шапке с нелепым помпоном в пол головы супруга с дочерью наверное плюс странная привычка советских чиновников ездить спереди рядом с водителем переодеться надо а то рубашку можно отжимать прохожу полсотни метров до Тверской на мое счастье сразу же останавливается машина готовая за 3 рубля везти меня в филе правда запорожец но не до жиру еще минут пять на морозе и пневмония мне гарантирована интересно Щелоков с Чурбановым отмазали бы меня если я убил бы водителя такси сказать что он попытался меня грабить смешно домогался более правдоподобно вот если ему еще нож в руку вложить надо бы носить с собой для таких целей ага а еще надо чтобы мозгов кто-нибудь вложил в голову идиоту не сдерживаясь я тяжело вздыхаю дедок водитель довольный подвернувшимся пассажирам воспринимает это как возможность начать неспешно разговор на извечную тему как раньше все было хорошо и насколько сейчас все хуже вот мы с женой и покойницей в Кисловодске отдыхали каждый год по путевке самозабвенно вещал дедок отдыхающих совсем немного все люди солидные из наркоматов врачи внимательные вежливые выслушают все про болячки назначат грязи воды ингаляции всякие души шарки опять же его говорок как жужжание нозойливой мухи не давал возможности сосредоточиться прийти в себя снова взять под контроль после чуть не случившейся грандиозной катастрофы заигрался устал и заигрался все делаю слишком прямолинейно до первой ошибки нет запасных вариантов отходных путей страховки да когда ты уже заткнешься старый хрыч не выдерживаю знаете у нас сосед тоже жаловался что раньше все было лучше особенно презервативы те были хорошие а нынешние гнутся и соскальзывают дед наглухо замолкает до самого моего дома только обиженно сопит всем своим видом изображая оскорбленную добродетель кладу на панель трешку и с облегчением вылезаю с запора к веберсам я еле успеваю к назначенному времени дома из алкоголя нашлась только старая знакомая недопитая бутылка рижского бальзама залпом выпиваю оставшиеся в ней грамм 100-150 алкогольной бурды пора бар из импортного алкоголя завести и стильно по нынешним временам и перед мамой не спалюсь заказываю такси и 5 минут стою под горячим душем затем поспешно натягиваю джинсы и свитер костюм костюм нужны еще костюмы шпильмановский хорош но его одного уже мало несколько минут пытаюсь пристроить под свитер айфон и пистолет последствия пережитого стресса но здравый смысл как ни странно побеждает прячу их обратно под ванну торт забыт в квартире на Тверской значит придется снова заезжать в Прагу уже от двери меня возвращает затрезвонивший телефон минут 10 внимательно следя за трезвостью дикции вдохновенно врумами по межгороду о своей безупречной жизни без родительского присмотра в итоге чуть не опоздал и прямо с порога принялся разыгрывать заготовленную интермедиу здравствуйте выпаливаю я и жму холодную крепкую как металл руку папаши верерса альдон дай бумагу с ручкой быстрее я чуть ли не приплясываю на месте от нетерпения молча не задавая вопросов прибалтка берет с телефонного столика блокнот и остро отточенный карандаш и протягивает мне бормоча сейчас секундочку извините я изображая распиравшее меня вдохновение прямо в куртке пристраиваюсь за этот же телефонный столик и невнятно мыча начинаю судорожно чиркать на блокнотных листах одному мне понятные каракули еще раз извините чуть голова не лопнула пока ехал в такси все пытался запомнить слова и музыку трехкомнатная квартира веверсов необычная обставлена и современно и в меру дорого но 10 лет прожитых на востоке жизни не вычеркнешь корейская тематика проглядывает здесь во всем однотонные обои без рисунка и настенные светильники в восточном стиле удачно гармонируют с непривычно низкой мебелью темного цвета и изящными напольными вазами а вот ковры на полу вполне европейские как впрочем и книжный шкаф с цветным телевизором причем все импортное на стенах висят разнообразные красивые панно с цветами и птицами а также разнообразные остроточенные лезвия но на виду нет ни единой фотографии лишь показалось что на верхней книжной полке с ображением вниз лежит фоторамка впрочем экскурсию по квартире мне не устраивали сразу мыть руки и ужинать так что что увидел то увидел мы сидим в гостиной за столом во множестве сервированном небольшими азиатскими салатниками с разнообразными закусками я с любопытством пытаюсь опознать знакомые блюда подделаны безразличные взгляды двух пар пронзительно синих глаз я уже полностью умял всю острую морковь меня деликатно предупредили что с непривычки это слишком остро а затем про себя наверное только удивлялись рис баклажаны зажаренное мясо картофельные лепешки куриное рагу свиные надеюсь ребрышки из полтора десятка разнообразных соусов конечно кунжута сои тем более такой дрянь как усилитель вкуса которым так злоупотребляют все азиаты в блюдах не было но все было безумно вкусно и останавливался я каждый раз с превеликим трудом напоминая себе что за столом нахожусь не один вообще-то все что стоит на столе в современной москве бешеная экзотика рецептов дальневосточной кухни сейчас не встретишь даже в легендарной книге о здоровой пище издательство союз книги в первой жизни я не особо фанател от японских корейских или китайских ресторанов но последнее время суши топоки и тофу мне уже чуть ли не снились расплата не заставила себя ждать все-таки подростковые рецепторы и слизистая не были готовы к такому испытанию но фантомная ностальгия пуза оказалась сильнее и сейчас я отпаивался каким-то домашним восточным лимонадом пытаясь заглушить бушующий во рту пожар однако это не помешало ехидно осведомиться у Альдоны в каком из съеденных блюд была местная дворняжка ну что белобрысая злыдня с готовностью заверила что при необходимости может приготовить и человечинку по рецепту аборигенов с островов Кука я бесстрашно замурлыкал песенку Высоцкого но семейству веверсов больше хотелось послушать мое коридорное творчество после всего съеденного великолепия отказать в такой малости было бы верхом невоспитанности я уставился в свои блокнотные каракули слова в основном понятные вот мелодия буду воспроизводить так как пока вырисовывается оба зрителя коротко кивнули и не мигая уставились на меня ну и семейка интересно было бы посмотреть на фотографию Альдониной мамы как-нибудь и замычал вступлением там там та 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 это клавиши и скрипки новые кивки та 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 на протяжении всего вечера папаша Веверс успешно изображает домашнюю расслабленность а когда мы с Альдоной слегка попикировались на тему съедобной дворняшки он даже растянул мышцы лица в имитации малопривычной для него улыбки со стороны Прибалт больше напоминает не человека а сытого крокодила лениво наблюдающего за партией в пинг-понг моя реплика смотрит на меня отвечает Альдона смотрит на дочь а улыбка прям как приоткрытая зубастая пасть и захочешь не поверишь это не Чурбанов который встретил нас с Клаймичем у себя дома в вязаной ковке и тапочках Веверс одет в костюм тройку и лишь сев за стол повесил пиджак на спинку стула и ослабил галстук закончив махать руками изображать музыкальное вступление я загундосил жил был художник один домик имел и холсты но он актрису любил ту что любила цветы риск был небольшим по интернету гуляла байка что эта мелодия написана паусом в 70-е годы но я наткнулся на его интервью где он прямо говорил про 81-й год слова вознесенский писал уже на музыку так что соответственно еще позже кто-кто а семейство латышей мне точно бы указали что эта мелодия мною сплогячено латышского композитора на что уже была готова отмазка а значит деда слышал а думал что из головы неприятно хотя и не смертельно впрочем обошлось без сюрпризов кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы молчание забавно это задумчиво изрекает альдона и по всей видимости это похвала очень симпатично ты сочиняешь одновременно и музыку и стихи ее папа даже в оценке моего творчества сегодня более щедр чем дочь у меня слова рождаются в голове обычно сразу с мотивом тут я ничем не рискую как говорилось или еще скажется в одном известном фильме голова предмет темный исследованию не подлежит так что никто меня оспорить или увеличить не сможет переведя дух я снова уплетаю за обе щеки какие-то волшебные маленькие шашлычки принесен на льдон из кухни нежнейшие кусочки мяса и кур и попеременно с запеченными овощами откровенно намекали что есть в жизни вещи за которые можно совершить пресловутую продажу родины занимательный монолог виверса о древней истории Кореи вообще и о корейской кухне в частности периодически прерывался невинными вопросами любезно дававшими гостю возможность тоже поговорить и как давно ты сочиняешь песни а почему раньше никому о своих песнях не рассказывал откуда ты знаешь итальянский язык сколько ты его учил какими самоучителями пользовался имант мать тиво янович неплохо маскируясь и изображая самолюбезность проводит банальный допрос возможно при других обстоятельствах я и среагировал бы иначе даже скорее всего послал бы виверса нахер сначала вежливо а потом уже и вполне конкретно если бы тот не понял мягкого варианта но сегодня после всего приключившегося я воспринимал этот допрос как подарок судьбы как наглядную демонстрацию того о чем будут спрашивать в КГБ если так или иначе им представится возможность задать свои вопросы это 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 и было парадоксально сама Корея в войне не участвует а на ее территории ведут сражения армии Японии и Китая но как говорится в жизни бывает много странного вот ты например Надежда Алексеевна ваш учитель итальянского говорит что специалисты не знают других случаев когда не носитель языка мог бы писать на нем песни как только у тебя получается рифмовать чужой язык да еще и под мелодию что значит ты на других ты знаешь еще какие-то языки ты самостоятельно выучил шесть языков на этом месте псевдо добродушие папаши Веверса единственный раз дает сбой и он буквально вгрызается в меня взглядом а вот к моей версии это огромный плюс непонятное владение одним иностранным языком подозрительно а вот шестью это уже закономерность да пусть гениальная но закономерность вообще-то я тоже удивился хотя я сумел не показать внешне а повод для удивления у меня был как бы и не меньше чем у отца льдоны это что ж получается что дочурка не передала папе наш разговор про языки меня или обманывают или это очень странно в целом наш разговор пока не представлял особой сложности что что мне чужое удивление или недоверие я же языки знаю я же их выучил я же могу хотите проверить готов пообщаться на любом да не все в совершенстве конечно но я говорю и понимаю на итальянском немецком испанском английском французском и португальском ах да ну и песни пробую на них сочинять не на всех пока получается не одинаково хорошо но я стараюсь и на этой позиции я собирался стоять незыблемо и до конца конечно были и слабые места слабое место это мама почему о моих успехах полиглота не знает даже родная мать ну и здесь я собирался обратить свою слабость в силу типа ненавижу что-то делать из-под палки мама хотела чтобы я научился играть на пианино мой мозг принципиально не усваивал ничего из того что в него пытались втиснуть 4 преподавателя стоило бы мне рассказать маме про свои лингвистические успехи и хобби превратилось бы в каторгу а самоучителя я покупал в Ленинграде на барахолках там дешевле всего правда потом по мере изучения языка приходилось опять продавать на завтраках много денег не сэкономишь как понимал что уже выучил у дедушки приемник есть ловил радиопередачи на нужном языке и конечно же песни дома у меня лежал сильно потрепанный самоучитель португальского с величайшим трудом найденный на барахолке в Питере его замызганные страницы и поюзанный внешний вид создавали необходимый антураж а вот самоучители купленные в букинистическом на Невском пришлось выбросить обнаружилось что все они имели магазинные штампы с датой продажи Борман почему этот офицер фотографирует секретные документы во время совещания в моей ставке так это же советский разведчик штандартенфюрер Штирлиц мой фюрер но почему вы его не арестуете а смысл мой фюрер он опять отболтается верил мне Веверс или нет по его лицу понять было совершенно невозможно важно другое у Веверса не было никаких оснований мне не верить кроме общей фантастичности изложенного которая перестает таковой быть если допустить что я малолетний гений а если такое допущение принимать то отбалтываться я мог сколько угодно и практически на любую тему тем более чтобы просветить мою биографию было проще простого и она была кристально чиста если никто не найдет моего айфона и клада то все подозрения догадки и нестыковки только таковыми останутся а моя гениальность спишет все при внешней верности идеологическим установкам никаких претензий ко мне возникнуть не может значит самое слабое мое место бесценный айфон а деньги оружие и драгоценности надо спрятать в таком месте которое со мной связать нельзя никак потихоньку наступает отходняк нет я по-прежнему очень внимательно слежу за заходами веверса старшего но пережатую за сегодня внутреннюю пружину стало отпускать когда мы переходим к чаю и принесенному мною птичьему молоку характер вопросов уважаемого иманта Яновича меняется с моей личности его интерес переключается на творческие планы красных звезд Резиново растягивая губы в улыбке он продолжает чередовать корейские мотивы с продолжением допроса понимаю ли я что популярность очень мешает в обычной жизни знаю ли я что гастрольная жизнь очень тяжела какие заработки предполагаются у группы что я знаю про Италию как я познакомился с Клаймичем и Розой Афанасьевной мне даже придумывать ничего не надо от бытовой популярности будет спасать передвижение на машинах сейчас их дают из гаража МВД в будущем заработаем на свои гастролировать мы не планируем от слова вообще если только за границу а по стране только в виде исключения по большой просьбе тех кому не отказывают Веверс кивает о заработках группы я пока особо не думал но даже того что сейчас зарабатываю я хватит на всех в любом случае никаких левых концертах об опасности и незаконности которых меня предупреждал Клаймич не может быть и речи еще один кивок у Веверсов я пробыл почти два часа за которые Альдона произнесла от силы несколько фраз так все и шло корейская байка вопрос ответ снова байка и снова по кругу для реального подростка сошло бы со свистом впрочем зла на Веверса я не держал скорее всего сначала Латыш думал что дочкина блажь поиграть в певицу быстро пройдет а потом дело закрутилось так серьезно и с такими действующими лицами что только тупой на его месте не увидел бы всех открывающихся перспектив тупым Веверс не был точно потому и пришло время лично убедиться в том что пусть и талантливый но непонятный подросток не втравит его дочь в несмываемое дерьмо да и с самим подростком надо как-то отношения выстраивать а уж катализатором сегодняшней беседы стало наше предстоящее турне на пенины и смутные подозрения переводчицы вообще-то поначалу мы обратились за помощью к веренной маме ибо кто же нам поставит итальянскую песню лучше преподавателей консерватории но тамошние высокомерные ублюдки категорически отказались мараться в эстраде а пробивать их снобизм заоблачными гонорарами я посчитал недостойным себя вот веверс с переводчицей помог на мою голову хотя льдонин папа кажется совершенно не заблуждается относительно своих служебных перспектив в миде особенно учитывая что его единственному покровителю пельше вот-вот исполнится 80 лет и при таких раскладах будущее единственной дочери должно представляться ему весьма туманным не говоря уж о своем собственном а тут я со всеми этими песенками и правительственными концертами приватным общением с родней генсека руководством МВД и Романовым короче пока непонятные но какие-то и на что-то шансы появились оттого Иманд Янович хоть и вытаскивал из меня все что ему требовалось а тем не менее весь вечер был вежлив и деликатен уже прощаюсь у дверей я еще раз рассыпался в восхищенных похвалах кулинарному искусству латышского семейства хоть в этом но был вполне искренен ужин действительно получился непередаваемо вкусным и кусок обычного торта я запихнул в себя уже через силу и лишь когда двери лифта закрывались и вевер стоявший в квартире меня видеть не мог точно я встретился глазами спровожавшей Альдоной и позволил себе многозначительно усмехнувшись беззвучно щелкнуть пальцами и отвесить поклон как бы вуаля завершающий штрих после показанного фокуса в лазуритовых глазищах отразилась ответная усмешка а может и нет фантазия у меня как сегодня выяснилось весьма буйная истемившийся в ожидании Люха все время по пути домой подрадил на то чтобы нудно и аргументированно изложить мне все свои накопившиеся претензии впрочем если отбросить нарочитую нудятину которую вредный мамонтяр использовал исключительно из мстительности то все предъявы были вполне по делу да и сводились они к одному ничего не делается для организации службы безопасности группы крыть было нечем служба действительно скоро станет остро необходимо по крайней мере в рамках водителя охранники иллюзии что большой брат сумеет создать что-то высокопрофессионально я не испытывал но обеспечить охрану ключевым участникам ВИА от сумасшедших фанатов Лехе было вполне по силам братан ты прав давай завтра же согласуем с клаймичем вопрос по штатному расписанию и решим сколько мы можем нанять так называемых мастеров сцены усмехнулся я Леха ответил встречной ухмылкой потом сосредоточенно крутя баранку сосредоточенно посопел простуженным носом и нехотя выдал только это ведь я слабо представляю как все это правильно сделать может у Юрия Михайловича специалиста попросить я а мама все такой же честный интересно даже когда начнет курвиться Леш и тогда мы получим службу безопасности Юрия Михайловича а не собственную от достопочтимого Юрия Михайловича и его ведомства у нас и сейчас свои секреты есть я многозначительно глянул на навострившего уши брата и в будущем будут поэтому службу мы создадим сами а по поводу консультанта есть есть у меня один на примете большой знаток корейских баек вот и попытаемся его припахать отрабатывать дочки на будущее так сказать воскресенье утренний секс завтрак готовили с верой на пару секс после завтрака был тоже на пару болтали дурачились пили шампанское потом даже поспали жаль нельзя съездить куда-нибудь пообедать пусть даже не в Прагу привлечем внимание пойдут слухи может и не привлечем но рисковать не стоит вера достала из обедневшего холодильника все овощи какие там только были мелко их порезала смешала с поломанными макаронами и все вместе сварила в кастрюле потом забабахали туда банку тушенки и получили волшебный по вкусу мясной суп шампанское и молдавский дынный ликер закончились поэтому в обед я распечатал экспортный пятизвездочный арарат в хрустальной бутылке слово за слово глоточек за глоточком да меня алкоголь действительно почти не берет а вот вера поплыла уже чуть-чуть много ли надо непривыкшей девчонке да наутренние дрожжи опьяневшая зая по первости начала терять нить разговор затем ее без повода пробило на хихи а вот потом потом отчаянно заплетающимся языком она стала признаваться как сильно меня любит а затем началось не могло не начаться наверное под воздействием алкоголя у девочки наконец-то снесло последние психологические и физические барьеры и в этот раз получился не секс а какой-то тайфун нежного разврата когда когда все закончилось мы оба оба были без сил голодные как волки и трезвые как стеклышко шпроты снова те самые спасительные чудесные шпроты колеблю колеблющийся свет свечей причудливыми тенями бегает по лицам мы кормим друг друга рыбешками с рук руки в масле на сердце тихая нежность и верены губы сладкие от чая и любви дураку спокойно не живется ни дня без приключений похоже это теперь станет моим девизом по жизни и хоть бы что-нибудь хорошее или доброе или ну хотя бы не такое тупое и детское но нет не то что я не ищу легких путей кривые дорожки сами находят меня на второй перемене ко мне подошли две десятиклассницы та которая посимпатичнее и постройнее была секретарем комсомольской организации и уже не в первый раз стала донимать мне идеи написать песню для родной школы но сегодня появилась и свежая заготовка девчонка чуть ли не прямым текстом напрашивалась в гости послушать новые песни до меня даже не сразу дошло что эта старшеклассница на два года старше меня просто и банально меня клеит вполне возможно что это не дошло и до нее но факт есть факт к тому же история к сожалению имела продолжение такое же тупое детское как и начало на меня наехали четверо десятиклассников уже на следующей перемене после разговора с девицами они зажали меня в угол коридора и один из них стал долго и нудно что-то мне втирать про мое место про поведение новичка про уважение к старшим даже до его друганов дошла вся нелепость ведущегося разговора они принялись нетерпеливо переминаться с ноги на ногу вот только этого мне сейчас не хватает ну нет у меня других проблем как выслушивать ревнивый бред прыщавой верзилы с таким острым дергающимся кадыком что казалось он прорвет кожу на горле своего хозяина один удар ребром ладонит и покойник впрочем зашить от дурачка убивать попытку прыщава мачо стиснуть мое плечо я воспринимаю за разрешение к действию выпускаю из рук ручку портфеля и стараясь двигаться как можно быстрее наношу подряд четыре не сильных удара с обеих рук слева опять стало улетать слабее бокс пора возобновлять а то мои чисто постельные тренировки вера долго не выдержит он сегодня с утра искала в аптечке детский крем я переступаю через лежащую на полу держащуюся за животы хрипящую четверку и сразу же натыкаюсь на директора школы здравствуйте Юлия Захаровна мы вот тут с ребятами баловались не супервую чушь которая приходит в мою голову я вижу сарказм в голосе директрисы не подражаем портфель свой не забудь и иди на урок звонок уже прозвенел однако уже середины алгебры меня все же выдергивают в директорский кабинет морально готовлюсь к выяснению отношений но застаю директора в одиночестве она молча указывает мне на лежащую на столе телефонную трубку тебя изображая одновременно смущение и благодарность цапают трубку алло звонил клаймич в студию с утра нагрянула представительная военная делегация в лице цельного майора певческо пляшущих войск бдительный милицейский сержант специально заинструктированный мною директором не пустил нежданных гостей даже в здание не положено так и просидел незадачливый служивый больше часа в своем уазике пока на работу не приехал Григорий Давыдович Витя он из ансамбля Александрова приехал за Бородино а у нас есть единственная запись на коленке тогда слепили ни слов ни нот на бумаге нет Клаймич был слегка растерян а фоном в трубке слышался чей-то возмущенный бас демонстрирую проницательность он там чем-то недоволен ну не гостеприимностью что на улице держали и ноты требуют готовые и слова напечатанные вот косясь и как будет объясняться со своим начальством то не наша забота а если что то пусть сержант его опять на мороз выставит и не забудьте ему напомнить что слова и музыка уже давно зарегистрированы в ААПе выходя из кабинета я буквально спиной ощущал задумчивый взгляд директрисы Леха подъехал к школе уже традиционно после четвертого урока сегодня мне выпало прогуливать биологию и географию пока я учился высокому доброму вечному разруливал конфликты по телефону и бился за честь прекрасной дамы большой брат успел встретить на вокзале приехавшую из Ленинграда маму записаться сразу в две районные боксерские секции и даже затовариться продуктами советские продовольственные магазины дело сложное и неоднозначное разумеется сейчас хлеб это хлеб а докторская колбаса это реально вкусно но первоначальный экстаз переноса и детская ностальгия прошли а умиление сякло с утра продуктовый выбор в советской торговой сети чуть разнообразнее чем вечером когда после работы набегает трудовой народ пустых прилавков времен пятнистой твари конечно нет и в помине но в целом это постоянные очереди крайне скудное разнообразие продуктов и перманентное хамство продавцов не так давно судьба забросила нас в магазин за молоком и проходя овощной отдел я испытал футурологический шок замер завороженно напялился как из квадратного отверстия в стене ползет черная лента конвейера груженная мокрыми и грязными картофельными кругляшами разных размеров и форм все это сцепалось продавщицей в железный лоток подвесных весов а потом через специальный проем в прилавке вываливалась в подставленную покупателем сумку периодически картофель застревал то при подаче из бункера то в проеме прилавка тогда продавщица высокая дородная тетка в черном фартуке активно пробивала пробку длинной деревянной палкой реанимируя рабочий процесс и лишь дружеский толчок мамонта в плечо заставляет меня вернуться к реальности и продолжить путь к кассе конечно при тех деньжищах что имелись в наличии общение с предприятиями торговли легко удавалось сводить к минимуму на центральном рынке даже виноград зимой продавался но полностью избегать не получалось и повышению настроения такие встречи не способствовали клянчить у брежневой протекцию в елисеевский ужасно не хотелось галина леонидовна добрая душа конечно сразу все организовала бы но пора уже и меру знать дочь генсека столько сделала и продолжает делать что еще и с проблемой жратвы к ней приставать только лицо терять поэтому настоящей находкой для нас стала кулинария при ресторане Прага она располагалась на втором этаже легендарного заведения и имела свой отдельный вход со стороны Арбата продавалось там все то же самое что вечером подавали в ресторане вплоть до котлет по-киевски вот только цены были такими что простой советский человек мог позволить себе туда захаживать лишь изредка еще один интересный адресок Сретенко дом 16 подсказал нам московский приятель Григория Давыдовича квартирный маклер Эдель магазин назывался лесная быль и продавалась в нем всякая лесная всячина начиная от грибов и ягод и заканчивая рябчиками перепелами кабаниной и медвежатиной было откровенно дорого но всегда стояла очередь впрочем Эдель быстро организовал знакомство с директором были консульсоном Борисом Аркадьевичем и отныне что Клаймича что Леху обслуживали без всякой очереди в директорском кабинете в результате резко улучшилось и без того вполне достойное питание в нашей студийной столовой теперь от кухни Праги если оно и отличалось то только красотой оформления блюд нельзя сказать что от моего внимания ускользали аспекты двойной морали двойных стандартов собственного поведения горячо всем сердцем желая сохранить свою страну и спасти свой народ от уготованной ему участи в обеспечении собственного благополучия не чурался ни общением с торговой мафией ни воровством интеллектуальных и материальных ценностей но с собственной совестью я договорился очень легко если для спасения родины изменения судеб мира я готов на преступления вселенского масштаба используя против негодяев их же оружие то приобретенный из-под прилавка кусок кабанины или перепетые розы сущий пустяк гораздо хуже другое в голове все чаще стал возникать вопрос если я сам первым делом озаботился жить не по-советски то вправе ли я лишать других такой же возможности и пока четкого ответа на этот вопрос у меня не находилось а значит курс прежний ибо участь корабля без курса дно а так куда-нибудь да выведет дома меня ждали радостные обнимашки свернувшейся мамы и ее неожиданно грустное заявление деда жалко такой потерянный вчера стоял на перроне так не по себе его одного в Ленинграде оставлять тем более только собрались съезжаться у мамы влажно поблескивают глаза я неотвратимо начинаю осознавать весь уровень своего скотства как мне не хватало родных людей в той жизни и когда провидение мне их снова подарило я занят чем угодно только не ими даже переезд из Ленинграда в Москву полностью лег на плечи мамы а деда вообще бросил мудила хорошо если два раза в неделю с ним по телефону общаюсь резко становится плохо стыдно и гадко мам не переживай я слетаю на днях в Ленинград и серьезно с ним поговорю деда надо перетаскивать в Москву обязательно слетает он ишь ты раздухарился каким взрослым стал вместе полетим нельзя деда там оставлять зачахнет один сразу воспрял и оживилась мама вместе так вместе мне же лучше но я опасаюсь что при тебе он начнет хорохориться что типа сам всегда справлялся мне няньки не нужны а я просто хочу узнать сможет он осуществить перевод через свой главк на достойную должность или мне просить о помощи Щелокова и Чурбанова по телефону это обсуждать невозможно только поэтому и придется лететь мама задумалась и согласно кивнула нам по телефону конечно не надо тем более они оба с дедом уже знакомы очень хорошо общались тогда особенно на твоем дне рождения к тому же и с новой работы мне пока отпрашиваться никак нельзя всем своим видом изображаю согласие маме как раз завтра и предстоит первый выход на эту новую работу она у нас теперь заместитель начальника сектора электронно-вычислительных машин главного научно-исследовательского центра управления и информации МВД СССР ну а что во-первых соответствует изначальной маминой специальности инженер электронно-вычислительных машин во-вторых начальник сектора должен скоро пойти на повышение так что открываются карьерные перспективы в-третьих я и не ожидал большего хотя все в руках Щелокова а с учетом того что Светлана Владимировна жена главного милиционера страны уже раза четыре звонила маме на домашний с разговорами о том о сём то короче будущее покажет к тому же если что-то сложится не так всегда можно будет просто перевезти маму на работу в студию в ту самую в которую мы сейчас с Лёхой поедем вот только обед дохомячим я уже звонил Клаймичу все собрались и готовы к работе над моими новыми нетленками 11 декабря 78 понедельник Москва Ленинград 9 месяцев моего пребывания в СССР как всегда жизнь внесла в планы свои коррективы покончив с обедом я быстро сменил школьную форму на джинсы и свитер положил в сумку тетрадь с новыми текстами и теперь сидя на безопасном удалении беззлобно троллил прошорливого мамонта Леха жмурясь и не обращая на меня никакого внимания упоенно добивал остатки оладьев с яблоками запивая эту вкуснотищу крепким чаем мам а ты знаешь Леша не любит сладкий чай доверительно делюсь я секретом с заранее улыбающейся мамой а потому хоть и кладет сахар в стакан зато не размешивает мама смеется не переставая лопать Леха снисходительно хмыкает трель телефонного звонка бесцеремонно нарушает нашу идиллию беру трубку алло а вот скажи мне голубчик че это ты не в школе а дома себе прохлаждаешься о Юрий Михайлович здравствуйте хоть это и весьма неожиданно но я моментально узнаю голос чурбанова мама делает круглые глаза а большой брат от неожиданности перестает жевать очень рад вас слышать у нас срочная запись на студии к утренней почте и к Италии репетируем кстати на оценках это никак не сказывается здравствуй здравствуй прогульщик голос брежневского зятя звучит добродушно несмотря на прозвучавший наезд знаю что на оценках не сказывается передразнил он меня пообщался сейчас с твоим директором а то бы у нас с тобой иначе разговор велся давай собирайся сейчас машина за тобой приедет приезжай на Огарева тут с тобой пообщаться хотят такое ощущение что полет по полупустым улицам зимней Москвы под синие всполохи мигалки занял меньшее времени чем моя ходьба по министерским коридорам сейчас зимой большая часть автолюбителей ставит своих железных коней на гаражный прикол поэтому полупустые улицы советской столицы позволили практически всю дорогу не снижать скорость ниже 100 километров это по центру города на зимней то дороге на заднем приводе эх было времечко впрочем к делу а дело хоть и неожиданно случившееся но вполне предсказуемое в кабинете Щелокова кроме самого хозяина его зама сегодня присутствует товарищ Павлов тот который Сергей Павлов председатель государственного комитета по физической культуре и спорту СССР лицо собственно знакомое виделись после финала кожаных перчаток правда не пообщались но руку он мне тогда тряс сразу после Щелокова и Чурбанова тогда же по горячим следам я посмотрел инфу википедии как основной запомнился тот факт что Павлов работал первым секретарем ЦК ВЛКСМ в те годы когда Чурбанов возглавлял там один из отделов отношения у них я смотрю сохранились весьма дружеские но сидят довольные расслабленные чаи гоняют Щелоков тоже в хорошем настроении улыбается после первых приветствий знакомства меня с Павловым и налитого чая министр берет ход разговора в свои руки хоть мы с Юрием Михайловичем и против твоей боксерской блажи но договор есть договор Щелоков многозначительно смотрит мне в глаза явно намекая на мою половину обязательств да и в ведомстве Сергея Павловича тебя заметили причем не только за подделку возраста трое высокопоставленных бюрократов дружно надо мной смеются я чуть скосил глаза в сторону и смущенно поскреб пальцем полированный стол в мае состоится чемпионат Европы отсмеявшись продолжил министр так вот с прицелом на него на тебя хотят посмотреть в деле естественно после поездки в Италию Щелоков доброжелательно кивает Павлову и руководитель советского спорта подхватывает тему я слышал Витя у тебя есть твердое желание стать олимпийским чемпионом не я отрицательно мотаю головой нет удивленно переспрашивает Павлов и оборачивается к обоим генералам впрочем те меня знали уже получше ну что там еще надумал с усмешкой интересуется Чурбанов Щелоков также усмехается и берется за стакан чаем желания особого нет вежливо ответил я есть патриотизм чтобы на домашней олимпиаде совсем не остаться без боксерского золота относительно моих завиральных идей Павлова видимо уже просветили поэтому он задавил улыбку и продолжил вот а для того чтобы принять участие в олимпиаде надо показать победные результаты на соревнованиях рангом ниже наши специалисты видели твои бои в Москве и в Липецке и считают что у тебя большой талант который обязательно нужно развивать и если даже не к этой олимпиаде то к следующей точно Павлов мне нравился приятный мужик спокойный взгляд а вот то что он говорит не нравится совершенно поднимаю глаза на Щелокова и вопросительно смотрю что не понимает министр перевожу взгляд на насторожившегося Чурбанова мне можно говорить как есть снова перевожу взгляд на министра или как надо Щелоков и Чурбанов синхронно хмыкают Павлов с улыбкой и очевидным интересом ожидает продолжения ну говори как есть прищуривается министр как надо я тебе потом сам скажу понимающий киваю головой снова разворачиваюсь к Павлову краем глаза вижу что Чурбанов ранее сидевший откинувшись на спинку стула подается вперед и кладет руки на стол понимает ли уважаемый Сергей Павлович к сожалению я еще учусь в школе к тому же много времени отнимают репетиции в ансамбле так что ездить на соревнования я просто физически не смогу да мне и ни к чему мажу взглядом по всем троим с явным интересом ждут продолжения давайте как сделаем по итогам отборочных соревнований в нашей сборной определится главный фаворит в моей весовой категории специально делаю паузу но Павлов не перебивает а я проведу тренировочный бой с этим фаворитом и выиграю за явным преимуществом если этого кому-то покажется мало то такой же бой я могу провести со сборником из категории тяжелее за столом повисает молчание Павлов с ответом не торопится возможно в обычной ситуации он просто рассмеялся бы и послал или просто послал но не сейчас и не в этом кабинете скажи председатель госкомитета по спорту повторяет движение Чурбанова и облокачивается на стол положив крупные кисти рук одну на другую ты вообще имеешь представление насколько отличается уровень юношеского чемпионата хотя бы всесоюзного не так дело не пойдет усугубим а для меня это не важно я выполнил норматив мастера спорта следовательно в моем бою с другим мастером спорта не будет ничего незаконного или недопустимого один тренировочный бой я не буду работать на публику и постараюсь положить соперника сразу Павлов молчит потом вяло пожимает плечами и смотрит на Щелокова думаешь шансов нет интересуется министр думаю нет качает головой Павлов талант у Виктора бесспорный я и сам видел а Иванченко помощник Киселева вообще считает что из парня может вырасти новый Мухаммед но выставить его сейчас против сборника означает загубить собственными руками ээээээ моя золотая медаль ты куда сука уплываешь в туман стараясь придать голосу снисходительной иронии спрашиваю хозяина кабинета Николай Анисимович а в тот вечер когда я в милицию попал. Сергей Павлович, как бы мои шансы оценил? Павлов смотрит удивленно. Щелоков задумчиво, но молчат оба. Перевожу взгляд на Чурбанова и тихо напоминаю. Головой ручаюсь. Тут лишь досадливо морщится. В конце концов, я свою часть договора выполню неукоснительно. До первого поражения. Вот тут уже перегнул. Щелоков недовольно бросает. Ладно, вступай на свои репетиции, мы подумаем. То, что мы едем в Италию, ни для кого в коллективе секретом уже не является. Поэтому в студии я застаю беготню, суету, ажиотаж и нервяк. Если к этому добавить мое собственное состояние растерянности и с трудом сдерживаемого раздражения, то перспективы вырисовываются взрывоопасные. А тут еще совершенно пялищийся взгляд веры. Кажется, что две совместно проведенные ночи убили в ней всяческую осторожность. И откровенно взбешенный взгляд Львовой, видимо, уходящий корнями в благостную хмылочку Розы Афанасьевны, и безмятежно-радостная улыбка Лады. Господи, есть же люди, у которых нет проблем. И озабоченный вид Клаймича, и нетерпеливо желающий чем-то поделиться завадский, и оживленные возгласы и приветствия музыкантов. Короче, дурдо. Ну, нетерпеливо ждавший своего главврача. А действительно, они же все меня ждут, как арбитра или конечную инстанцию. А только хитро-мудрый арбитр сам, похоже, сегодня облажался в своих хотелках. Столь неожиданный и непонятно закончившийся разговор в кабинете у Щелокова изрядно меня расстроил и выбил из колеи. Татьяну Львову, нашего кутюре, и хитро-мудрый улыбавшуюся ладину бабушку Клаймич в кабинет сопровождал лично. Накал общения между этими двумя достойными дамами казалось уже достиг градуса извержения вулкана. Мысленно вздыхаю. Ни хитро-мудрый Роза Афанасьевна, ни навечно обиженная на весь мир Львова, сейчас кроме раздражения других чувств не вызывали. Даже виноватый вид Клаймича, не умеющего обуздывать баб, и то вызывал у меня острое недовольствие. У нас мало времени, поэтому коротко и по существу. Мой совершенно непривычный ледяной и нелюбезный тон вкупе с резко угрюмым видом забивает с толку даже многоопытного Григория Давыдовича. Наконец все трое справляются с первым ступором и одновременно открывают рты. Алексей! Мой неожиданный вопль заставляет присутствующих подпрыгнуть и ввергает их в ступор. Бас большого брата был хорошо различим, когда в кабинет открывалась дверь, поэтому риск, что я не буду услышан, отсутствовал. Так и вышло. Дверь распахивается от мощного толчка и в приеме возникает встревоженный мамонт, а за его плечом ярко-синий прищур Альдоны. Леша, свяжись срочно со Шпильманом. Узнай, с какой максимальной скоростью он сможет шить на меня новый костюм. Вопрос денег не стоит. Альдона, ну, раз уж сама нарисовалась, узнай, пожалуйста, то же самое в том ателье, где вам шили платья на Кропоткина. Блондинка коротко кивает и сразу исчезает. Леха тоже, немного потоптавшись с грацией слона прикрывает за собой дверь. И еще раз прошу коротко и по существу, Татьяна Леонидовна, что у нас с платьями и брючными костюмами девушек? сбитая со своего первоначального запала хмурая Львова, начала подробный доклад по туалетам наших барышень. Из ее слов я так и не понял, что могло вызвать их конфликт с Энгельгард. Татьяна Леонидовна, я правильно понимаю, что все вещи готовы и проблем нет? Неправильно, недовольно занудствует Львова. Полностью они будут готовы через три дня. Перевожу взгляд на Ладину бабку. Та с милой лицемерной улыбочкой уже готова выступить со своей партией. Роза Афанасьевна, аудитория у ваших ног. Брюжу я, не обращая внимания на предостерегающий взгляд Клаймича и устала приопуская веки, подперев голову рукой. А чертова старуха во всем права. Действительно, наверное, мало сшить с ног сшибательные наряды. К ним еще нужно привыкнуть. Надо себя подать именно в них, а не вообще. Окружающие должны воспринимать туалет неотъемлемой частью созданного образа, а не вычурной отрыжкой модельера. На вычурной отрыжке я даже приоткрыл глаза. Таким образом, суть конфликта стало понятно. Энгель Гард хотела обкатать платья на песне года, первая репетиция которой состоится послезавтра. А Львова настаивала на соблюдении пошивочного плана для сдачи костюмов комиссии Минкульта и соблюдения эксклюзива для Италии. Гося вот-вот готовый вспыхнуть перебранку, громко припечатываю ладонью по столу. Спасибо. Я выслушал вас обеих и принял решение. Притихли. Похоже, я сумел внушить присутствующим, что паренек сорвался с катушек и сегодня с ним лучше не связываться. Татьяна Леонидовна, я очень доволен вашей работой и получившимся результатом. Григорий Давыдович, рассмотрите вопрос о примировании за ударный труд. Я опять поворачиваюсь ко Львовой. Сдавать комиссии министерства мы будем костюмы в том виде, в котором они пошиты сейчас, но... Делаю паузу, встаю из-за стола и подхожу к окну. Как же надоело это раннее темень, мороз, неосвещенные улицы и... и вообще все уже подзаебало. Есть молодость, привлекательность, вагон, здоровье, сумка денег, чемодан, золото. Только вот ни сна, ни отдыха, измученной душе. Понимаю, что пауза затянулась, резко отворачиваюсь от окна. Сшейте, пожалуйста, под пиджаки дополнительные блузки. Под застегнутыми пиджаками их видно быть не должно. Пусть возникает эффект пиджака на голое тело. Смело и стильно, может где и сгодится. На самом деле все из интернета. Увидел на какой-то певичке и прям проникся. Тем более мордаху той была приличной и формы тоже наличествовали. До наших правда далеко, так значит тем более. Львовы и Розы Афанасьевны синхронно хмыкнули и тут же невольно посмотрели друг на друга. Что касается всего остального, то позиция Розы Афанасьевны мне ближе и не обращая внимания на вытянувшееся лицо Львовы закончил. Готовьте пожалуйста платье к послезавтрашнему концерту. И не давая никому больше произнести ни слова командуя. Григорий Давыдович, тащите сюда Завадского пока он не лопнул от новостей. Новости Завадского большей частью касались музыкальных аспектов и меня сильно не интересовали. Я конечно сделал серьезное лицо и покивал сообщением о новых обнаруженных возможностях аппаратуры, идеям по аранжировкам и очень сильным кандидатурам новых музыкантов в группу, но внутри остался равнодушен. Сообщил обоим, что рад, полностью доверяя их профессиональному мнению и перешел к вопросу, который меня волновал на самом деле. У нас есть три новые песни. Одна на русском, еще две на итальянском. Итальянские должны быть готовы, что называется, про запас, а русская, так сказать, к немедленному потреблению. Завтра я улетаю в Ленинград, поэтому основную работу нужно сделать сегодня. В бой! Пока воодушевленный заинтересованный Завадский помчался мобилизовывать музыкантов, Клаймич прикрыл за ним дверь и озабоченно поинтересовался. Виктор, как вы думаете, нам нужна собственная передвижная телестудия? Помните Игорь и Денис из Останкина, которые монтировали нам видеоклип? Так вот, они говорят, что их хозяйственники готовы передать за символическую плату на баланс любой организации передвижную телевизионную студию ПТС Магнолия на базе Лиаза в прекрасном рабочем состоянии. С чего это такой приступ немотивированной щедрости? Проявил я здоровую подозрительность. Это я первым делом поинтересовался. Оказывается, они не могут принять на баланс новые передвижки, пока там числятся старые. А ведь одновременно с новыми поступают средства на освоение, исполняется план по внедрению, а это уже несет всяческие плюшки в виде премии различных поощрений и тому подобного. Клаймич выжидательно смотрит. Гривас и развитого социализма, мать твою! А че не передать коллегам в союзные республики или на Мосфильм наконец? Но пока такие мысли крутились в голове, сама она уже жадно кивала. Только Григорий Давыдович я понизил голос. Я надеюсь в этой передаче все будет чисто? Клаймич протестующе замахал руками. Абсолютно чисто и прозрачно. Гостелерадио передаст в МВД, а хозу генерала Калинина передаст нам. Я все еще скептичен. А точно передаст. Не зажилит себе в хозяйство? Клаймич довольно ухмыляется. Не зажилит. Я ему обычно говорю, что все согласовано с генералом Чурбановым, и он даже не перепроверяет. Юрия Михайловича он опасается почему-то гораздо больше министра. Я покачал головой. От Юрия Михайловича зависит, останется ли он начальником хозу при новом министре. Клаймич пораженно открывает рот в немом вопросе. Не сейчас, не сейчас, но когда-нибудь это все равно произойдет. Вы главное там не домахинируйтесь. Григорий Давыдович изображает оскорбленную добродетель. Николай Анисимович и Юрий Михайлович не раз говорили при любых затруднениях обращаться к Калинину. Вот я к Виктору Андреевичу и обращаюсь. И мы оба смеемся. Пойдемте, Григорий Давыдович, нас ждут великие дела. С кислым пафосом провозглашаю я и мы отправляемся работать. 12 декабря 78 вторник Ленинград Москва 9 месяцев моего пребывания в СССР Ровный гул самолетных двигателей постепенно погружает меня в гипнотическую полудрему. Леха таки вообще уже безмятежно спит, прижавшись щекой к закрытому пластиковой шторкой иллюминатору. Вчера вернулись из студии домой в 3 часа ночи. Взбучки от мам удалось избежать только потому что она уже спала и не захотела разгуливаться на люли. С утра конечно мне влетело, но так виловато, больше обсуждали, как уломать деда на переезд. Пытаясь успеть все и вся, по новым записям я работал с фанатичным остервенением и очень быстро мой стахановский приступ охватил весь коллектив. Конечно немалую толику энтузиазма добавила и первая выданная на руки зарплата. Зарплату вручали в два захода. Первую советскую часть от полуставочных 35 рублей уборщицы до 120 рублей начальника студии так оказывается официально называлась должность Григория Давыдовича скрупулезно отсчитала по ведомости приехавшая невзрачная тетя из бухгалтерии МВД вторую округленную и в конвертах тоже по ведомости для солидности вручал сам Клаймич. Тут предварительно пришлось поломать голову и стараться четко укладываться в размер моих авторских отчислений в принципе уложились и теперь с этой стороны все выглядело чисто в конце концов советское законодательство не запрещает человеку распоряжаться сбережениями на свое усмотрение сам же народ на две ведомости особого внимания не обратил может быть только Львова наш модельер но она к счастью ничего выяснять не стала для музыкантов ранее лобавших в кабаках 300 рублей большой суммой не являлись скорее они рассматривались так для начала а вот Лада и Вера похоже держали такие деньги в руках впервые по крайней мере заработанные лично что касается Альдоны то красивое лицо Прибалки по обыкновению ничего не отражало кроме высокомерного безразличия сложнее пришлось с мамой жадной она никогда не была но снимать большие деньги со своей сберкнижки чтобы отдать их чужим людям кому понравится выход предложил Леха вообще-то идея изначально была моя но я про нее забыл а вот в цепкой Лехиной памяти мой нетривиальный ход отложился накрепко Вить ты вспомни какое условие озвучивал Завадский когда мы продавали Клаймичу песню для пьеси если она выйдет в финал песни года то должна быть доплата в 3000 рублей эту версию маме и озвучили в финал песни года вышли Пьеха с двумя песнями и Боярский с одной итого 9000 рублей жаль еще Сенчину сюда не приплести с ее двумя хитами таким образом мама снимала с книжки 6000 а взамен на руки получала 9 правда неофициальных так такое ченч устроил всех к тому же часть из этих 9000 я взял с собой пообещав навестить Лешиного знакомого Шпильмана младшего да и старшего заодно и Зюбаруховича кстати и я и мама неоднократно поминали добрым словом и не только за прекрасный костюм но и за житейскую мудрость из всех вещей купленных тогда летом у Шпильманов я уже вырос а вот в костюме старого Изи на брюках и на рукавах пиджака были сделаны специальные подвороты на вырост мама их распорола загладила и я еще какое-то время щеголял в шикарном прикиде по размеру впрочем природу не обманешь и мои плечи раздались вширь в самый неудачный момент завтра первая репетиция песни года а у меня нет хорошего костюма только резервный югославский срочно купленный с мамой в магазине Белград заранее предупреждать деда о своем приезде я не стал поэтому из Пулкова добирались до центра на такси четвертной ребята никак не меньше дядя да ты с ума сошел десятка красная цена Леша кончай ладно трешку скину поехали зато услышали по радио в машине подорожник трава в исполнении сенчиной ягоду малину на маяке в концерте по вашим письмам я уже слышал а вот эту слышу впервые Леха толкает меня локтем я ответно подмигиваю а ничего получилось различия с оригиналом несущественные слух не цепляет заводная песня лыбится наш бомбил и делает погромче приятный сюрприз разговор с дедом прошел беспроблемно и на ура удивленный неожиданным появлением внука на работе он сначала встревожился а когда понял что причина моего неожданного прилета уговорить его перебраться в Москву еще раз крепко обнял пряча заблестевшие глаза поэтому разговор сразу пошел по существу тем более что дедушкина секретарша пожилая сухощавая дама под 60 почти сразу вела Леху показывать выставку вещей русских офицеров и моряков с легендарного крейсера варяг затопленный командой крейсер был позже поднят японцами с мелководья обнаруженные на его борту личные вещи экипажа через много лет переданы в СССР так что в кабинете мы находились одни и поговорить откровенно никто не мешал начальник всея архивов СССР Михаил Федорович Ватанов непосредственный дедушкин шеф за последние 10 лет приглашал деда в Москву трижды сейчас подходящая должность а подходящей могла быть только должность ватановского зама была почти вакантна заместитель начальника главного архивного управления при совете министров СССР по оргработе весной собирался на пенсию раньше дед не принимал таких предложений по вполне понятным причинам тут и привычка к месту и ставший родным Ленинград и круг знакомых ну и естественно мы с мамой теперь ситуация выглядела иначе во первых без нас ему сразу стало как-то неуютно и одиноко тем более что непосредственно перед нашим скоропалительным переездом только только было принято решение съезжаться и жить всем вместе во вторых в Москве мы были устроены весьма перспективно и у внука открывались впереди блестящие горизонты так что вполне естественным было бы хотеть наблюдать за всем этим вместе непосредственно происходящих событий в третьих знакомых у деда и в Москве было как бы не больше чем в Питере еще со времен его службы при главкоме ВМФ останавливало деда от принятия положительного решения только два обстоятельства в архивном главке не было своего лимита на жилой фонд и вопрос обмена квартиры целиком ложился на его плечи а разменять дедовскую однушку вкупчено на что-то достойное в Москве шансов было очень мало и второе транспортный вопрос в Ленинграде у деда была персональная Волга с водителем в Москве на четырех замов было только две разъездные машины которыми к тому же пользовались и другие сотрудники по различным служебным надобностям на седьмом десятке после перенесенного инфаркта возвращаться в метро дед не хотел да наверное и не мог зато все эти проблемы мог решить я а даже если не мог то был обязан я встал из-за стола совещания обошел деда со спины прижался к его затылку щекой деда принимая предложение Ватанова прямо сегодня я гарантирую тебе что решу вопрос с квартирой транспортом и переездом и даже не забивай себе голову как все будет хорошо и в пределах социалистической законности последнее добавил зря но вопросов и так было бы не избежать зато пока я фантазировал на тему возможности обменять шилье по линии МВД и передачи деду машины прикрепленной к студии и нам совершенно ненужной в ответ узнал очень полезную информацию оказывается во всех организациях распространялись талоны на приобретение автомобилей приходили такие талоны регулярно в том числе и на дедушкин архив сам дед к автомобилю был равнодушен женщины архивистки тем более а вот оба его зама за последние пять лет уже пересели за руль новеньких жигулей вот и сейчас на архив пришел очередной талон и дед посетовал что не научился в свое время водить машину деда у меня даже пальцы задрожали от удачи срочно выкупай машину мама будет ездить сколько надо денег позвони Леха на следующий день привезет дед только озадача накрякнул одно дело знать что у твоего внука школьника есть гипотетические авторские отчисления и совсем другое дело слышать как сопляк свободно распоряжается суммами в размере стоимости автомобиля а что изобразил я праведное возмущение такой закон по нему положено отчисление а у нас их скопилось уже много так пусть хоть автомобиль будет шпильманы встретили нас с Лехой очень радушно и в этот раз не держали вскудно обставленной обшарпанной мебелью гостиной а сразу провели в обжитую часть необъятной квартиры как эта огромная бывшая коммуналка стала единоличным достоянием еврейского семейства нам конечно никто рассказывать не стал но то что из несуразного улья общественного проживания можно сделать уютную и весьма небедную квартиру мы убедились лично хотя конечно не это было главное Леха позвонил Изи Баруховичу вчера днем ровно через сутки меня уже ждал прообраз нового костюма да вчера минут тридцать без отрыва от репетиции озабоченно хмурящаяся Львова снимала с меня какие-то мерки потом диктовала их по телефону да нужно обладать незаурядной фантазией чтобы распознать из отдельных кусков ткани сметанных ножевую контуры нового костюма но и фантазия у меня была и объем работы проделанной стариком оценить я смог на мой льстивый бубнеж Шпильман старший не переставая обмерять подгонять и подкалывать выдал над треснутым фальцетом я первый раз видел свой костюм по телевизору и мне не надо было стыдиться за работу а он в нем еще и пел Борис тоже постоянно крутился рядом и активно помогал деду причем помогал вполне профессионально на мой неискушенный взгляд по крайней мере несмотря на то что портновскую эстезию Шпильман младше не выбрал но своего деда он понимал без слов и подавал ему все что нужно повинуясь только жесту рук мастера однако когда через час мои примерочно манетенные мучения закончились выяснилось что теперь за готовыми вещами нужно ехать в другое место сложно стало поморщился Борис дома больше не держу но тут недалеко нас отвезут и привезут деду нужно будет еще раз все проверить ты ведь здорово вырос и фигура стала как у скульптурного Давида вон Алексей настоящий голиаф а ты на боксера мало похож и Борис еще раз мерил меня профессионально оценивающим взглядом жаль на соревнования прощу брать нельзя засмеялся я давно бы чемпионом мира стал к соперникам даже близко не подходил бы Борис весело заржал в ответ и мы вторьем вышли из квартиры у подъезда нас ждала скорая белая Волга ГАЗ 24 12 сарай каких обзывали с красной надписью на борту медпомощь не пугайтесь улыбнулся Борис зато их никогда не останавливают гаишники Леха понимающий усмехнулся мы забрались в салон с замазанными белой краской окнами и мелким усатым мужичонкой за рулем который куда-то повез нас закоулками сквозными дворами ехали действительно недолго от силы 10 минут пунктом назначения оказались гаражные ряды расположенные в промзоне рядом с железнодорожными путями здесь в трех соединенных между собой гаражах находились склад и примерочная Шпильмана младшего на память сразу пришли цветочно-фруктовые гаражи Зурава господи ведь этим летом все случилось а как сто лет прошло в моей первой жизни хоть и сменяли друг друга континенты страны и женщины а жизнь текла плавно размеренно здесь же и сейчас все на нерве на пределе насыщенно да не могу все проклинаешь но понимаешь что во всем этом есть смысл смысл жизни пусть даже не своей в гаражах было тепло сухо ярко горели лампочки в одном углу стояли два больших зеркала и была натянута занавеска для примерочной да тут жить можно пошутил Леха Шпильман младший шутливый тон не принял пожал плечами тяжело вздохнул БХССники срепствуют дома уже ненадежно поэтому извиняйте за условия и чем таки могу быть полезен я конечно понимал что впереди была Италия одежду нужно покупать там но лететь в Европу тоже нужно в приличном виде к тому же и собственный гардероб и мамин и даже Лехин давно пора было пополнить новыми вещами в Москве до этого элементарно не доходили руки понятно что ходить раздетым и боссам не приходилось что-то сторговали у московских фарцовщиков сосватанных нашим маклером Яковом Эделем что-то просто купили по случаю но например жутко модная в Москве Аляска с капюшоном отороченным мехом югославская дубленка для Сан-Рэма совершенно не годились и по большому счету сейчас мне кроме пары джинсов и нескольких водолазок из тонкой шерсти с собой взять было нечего понятно что в будущем зная все тенденции моды на 40 лет вперед я сам буду создавать моду и являть собой икону стиля но сейчас губу нужно закатать и соответствовать западному образу подчеркнутому мной в основном из французских фильмов с Аленом Делоном выслушав пожелание Борис понимающий кивнул головой понятно после вчерашнего звонка эти вещи я собирал со всех точек специально под тебя есть очень приличные дорого конечно но давай я все покажу а ты уж сам выбирай что возьмешь выбирай выбирай конечно громко сказано плохих или немодных вещей младший Шпильман не предложил поэтому взял я все что подошло по размеру выглядеть в Сан-Ремо убогим сиротой я позволить себе не мог благо из прошлой жизни прекрасно знал что плохо одетые люди уважение не вызывают а ведь Италия должна стать первой ступенькой в лестнице моего стремительного взлета на вершину мирового музыкального Олимпа в итоге со склада в скорую перекочевали светлый ультрамодный плащ короткая куртка пилот из коричневой замши твидовый пиджак в елочку для моих водолазок и трое джинсов разных цветов и оттенков до кучи присоединились белые кроссовки и черные казаки уже потеряв предположение о конечном ценнике добавляю в корзину мужскую и женскую парфюмерию алкоголь и даже сигары ловлю пристальный взгляд Бориса не говорю ни слова он вопросительно косит глазами в спину Лехи помогающему плюгавому водителю скорой паковать вещи и относить их в машину я так и подумал Шпильман завольно прикрывает глаза Леш иди сюда ну да мне то зачем страданческий вопль мамонта от клика жалости в моей душе не находит дежурный по Василия Островскому РУВД нас Лехой сразу узнал Редлуев на вызове ребят у нас на декабристов алкаш с ножом семью на улицу выгнал капитан сам поехал разбираться подождите его в красном уголке или попозже заезжайте все ментовки места крайне унылые и тратить время на изучение традиционного бюста Ленина и пропагандистских плакатов мне жутко не хотелось к тому же на улице нас ждала выданная в пользование служебная Волга деда а не скажите по какому адресу уехал Редлуев я вежливо улыбаюсь пожилому старлею и тот начинает водить толстым пальцем в журнале дежурств а во я же говорю декабристов пятый дом шестьдесят шестая квартира а прям под нами тетя Нина и Ирочка понятно невнят невнятный шум когда когда свои деньги и соседский кредит заканчивались заканчивался и запой худой с валившимися глазами и крайне молчаливый дядя Сережа мог неделями спокойно ходить на свой завод где работал токарем работником он был отличным поэтому за пьяные прогулы его так и не увольняли да и долги соседям всегда и всем возвращал в каком бы состоянии не занимал поэтому до сих пор и давали тетя Нина с мужем развелась давно дочку сначала школьницу затем и студентку она поднимала одна бывший муж который хоть и жил в соседней комнате небольшой двухкомнатной квартиры никакого материального участия в судьбе собственного ребенка не принимал из общения соседки с мамой я знал что разговоры о размене квартиры звучали постоянно но то Ирочка должна закончить восьмой класс то десятый то варианты далеко от дочкиного института сама тетя Нина высшего образования не имела и работала медсестрой в больнице а учебу дочки тянула на себе изо всех сил чтобы Иришка выбилась в люди и стала врачом такое множество подробностей возникло в моей голове пока мы неспешно поднимались до третьего этажа а ведь в начале своей эпопеи даже имя красивой девушки с трудом вспомнил встретив ее подъезда правда в ресторан тогда сразу позвал кобель старый небольшая лестничная площадка на три квартиры была непривычно полна народа тут были сам Ритлуев по обыкновению в штатском участковый спарринг партнер Лехи Михайлович еще один незнакомый мне милиционер тетя Нина в халате и тапочках на босу ногу и Ира в красных спортивных штанах и легкой салатного цвета футболки также на ступеньках толпились дворники пара соседок пытавшихся увещевать разбушевавшегося алкаша а дело то серьезное что вступило дяде Сереже в голову в этот раз белочка ли навестила или окончательно мозги пропил но диспозиция выглядела следующим образом дверь в 66 квартиру была приоткрыта на ширину цепочки и снаружи ее удерживал за ручку не давая закрыть здоровенный Михалыч в проеме маячил бледный когтен дядя Сережа с огромным кухонным ножом для мяса и безумным взглядом этим ножом он периодически тыкал вперед заставляя всех держаться на почтительном расстоянии а Михалыч опрятаться за дверью соседки перекритивали друг друга пытаясь усовестить ничего не соображающего алкаша тетя Нина плакала дочь прижимала маму к себе пыталась успокоить Редлуев с покрасневшим злым лицом делал какие-то знаки Михалычу незнакомый мне сержант тихонько стоял в углу и откровенно скучал отдав инициативу в руки присутствовавшего здесь начальства дворник воинственно держал свою метлу на перевеске к винтовку и угрожающий ею помахивал находясь от ножа на безопасном удалении я разменяю сука бля не подходи убью страшно вращал глазами и рычал спятивший сосед царивший какофонии звуков криков и мата нас никто не заметил здрасте Илья Смуталимович звонко заявил я и от неожиданности все замолчали во внезапно наступившей тишине Ритлоев поворачивает к нам голову и вам не хворать да? как тут оказались? и тут мою голову неожиданно посещает очередная сумасбродная хрень а че? не хватит реакции на алкаша что ли? дальше двери не выскочит а отпрянуть я всегда успею как оказался? демонстративно поражаюсь я пристально глядя в глаза говорит Луеву живу я здесь выше этажом кстати здравствуйте всем в глазах капитана непонимание и нарождающиеся подозрения он пытается удержать мою протянутую для приветствия кисть в своей но я с силой выдергиваю руку и тяну ее дворнику здравствуйте дядь Митя дворник на автомате протягивает мне руку опуская метлу пока никто не успел ничего сообразить и тем более сказать а я вижу что старая недалеко Анна Минаевна уже раскрывает свою варежку я протягиваю руку в дверной проем здрасте дядь Сережа алкаш несколько мгновений не мигая смотрит на меня безумным взглядом затем в его глазах появляется какое-то осмысленное выражение и он суетливо перекладывает нож из правой руки в левую и его кисть оказывается в моем захвате резкий рывок и старое дерево не удерживает в себе шурупы дверной цепочки глухой звон вылетевших железяк распахнутая Настя дверь из вяканье выпавшего ножа еще секунды я сижу на безвольно лежащем теле заломав назад так и невыпущенную руку так вы же переехали в Москву все-таки выдает угасшим под конец фразы голосом шокированная Минаевна и без всякой паузы принимается пронзительно визжать участковый и незнакомый мне сержант уже увезли слегка очухавшееся тело в отделение а я сижу с чашкой чая перед телевизором и внимаю научно популярной передаче человек земля вселенная аритлуев на кухне берет с тети Нины заявление лёха ремонтирует вырванную дверную цепочку а герой победитель слушает о тайнах мироздания в исполнении космонавта Виталия Севастьянова дверь в комнату открывается из чашки горячего чая в руках заходит Ирина она натянула поверх легкой футболки теплую бордовую кофту и сейчас греет тонкие пальцы о горячий фаянс чашки ну да в футболке на лестнице зимой не сладко видать пришлось тетя Нина таки вообще в тапках на босу ногу стояла еще не известно сколько они так там мерзли и разобралась ногами на диван и тоже уставилась в телевизор спасибо тебе у нее горят уши понятно дело мало приятного когда грязное белье твоей жизни трясут так прилюдно да брось я небрежно отмахиваюсь дело житейское ты кстати помнишь про свое обещание какое девушка с искренним недоумением бросает на меня вопросительный взгляд что значит какое я делаю страшное лицо и хватаюсь за сердце ты крылась всеми святыми что пойдешь со мной в ресторан если я на него заработаю в ответ на мою клоунаду Ирина чуть заметно улыбается понятно не отошла еще Ириш да плюнь ты все неприятности когда-либо заканчиваются меня знакомый сторож с кладбища уверял девушка криво улыбается обреченно качает головой да эта неприятность видимо будет отравлять нам с мамой жизнь до самого кладбища так и будет знаю жить соседу еще долго даже не знаю сколько точно покуражится он над вами обеими еще в сласть вяло знаю что вру пытаюсь возразить если пить такими темпами то кладбище у него не за горами знаешь у меня есть знакомый маклер он может помочь с разменом вашей квартиры девушка обреченно пожимает плечами но маклера нужны деньги а у нас только мамина зарплата и моя стипендия не беда он нам должен за наш московский переезд вот пусть и отрабатывает придумываю я на ходу пытаясь сделать хоть что-то вот так с него долги получим Ирина грустно смехается отец сказал что он в комнату в коммуналке никогда не поедет а нашу квартиру на две однушки никакой маклер не разменяет это верно безнадежный у вас ситуэйшн свою бывшую соседку эту чрезвычайно хорошенькую и обычно позитивную девушку мне реально жаль я конечно мог оплатить для нее услуги маклера но покупать квартиру это явный перебор видимо что-то такое отразилось на моем лице поскольку Ира нашла в себе силы бодро улыбнуться впрочем ты прав нет смысла грустить все неприятности рано или поздно заканчиваются ну да на кладбище все там будем Ириш правда бери тетя Нину и поехали пообедаем в ресторан ведь девушка встала с дивана и поставила опустевшую чашку на стол ну какой ресторан он нам всю ночь спать не давал а под утро вообще из квартиры выгнал хорошо соседка к себе впустила а то девушка наконец не выдержала и резко отвернувшись к шкафу всхлипнула ну что тут будешь делать я нерешительно поднялся из кресла подошел к Ирине положил руку на ее взрагивающее плечо и страшно досадуя на самого себя пробормотал Ир не расстраивайся так послушай если не будешь болтать об этом я постараюсь вам помочь мне только надо сначала переговорить в Ленинграде и в Москве с парой человек хрен с ним дам тысяч пять аделю пусть разменяет им две однушки не верю я в бога знаю что не зачтется но впереди столько грязи что хоть хотя бы кого-то счастливым сделаю я настолько погрузился в свои сумбурно нелепые мысли что не сразу заметил что Ирина повернула ко мне голову и пристально смотрит на меня каким-то несвойственным для нее оценивающим взглядом я поперхнулся посреди фразы и не нашел ничего умнее как спросить ты чё Ир чисто материнским жестом видимо от рождения свойственным любой женщине вне зависимости от возраста и наличия детей Ира подняла руку и задумчиво провела по моей щеке ты хороший не хочу чтобы у тебя были неприятности она тяжело вздохнула решаясь к маме приходили из КГБ спрашивали про тебя вот маленькая ремарка маленькая ремарка для тех кто искренне не понимает к чему все вот эти вот подробности и такое большое количество каких-то странных малопонятных эпизодов занимающих такое большое количество времени слушателей или читателя для тех кто не понимает объясняю на всех этих эпизодах в дальнейшем должна была строиться книга на все эти эпизоды автор главный герой вернее должен будет потом опираться на архив СССР зачем он нужен сейчас нам рассказывают про миллионы расстрелянных лично Сталиным и не показывают никаких документов а вот главный герой должен будет на основе документов из архива развеять вот этот миф о сталинском терроре ну например поэтому здесь и дед и его переезд в Москву чтобы потом этот дед вдруг не выскочил как чертик из коробочки скорее всего главному герою понадобится помощь и где-то может быть укрыться на какое-то время по разным причинам мало ли что там предполагалось автором в дальнейшем укрыться у этой вот Иры которой он сейчас помогает поэтому здесь изначальный эпизод с этой Ирой изначально потом вот этот вот эпизод с ее отцом пропойцей и все остальные эпизоды точно так же должны будут сложиться в единую цельную мозаику вот что да поехали дальше в ресторан Ритлуев не поехал отговорился вечерним совещанием на работе а поскольку больше посидеть было негде то не оставалось ничего иного как пойти в родной спортклуб пешком поскольку и в Волгу Ильяс не захотел садиться тоже чего тут ехать два шага да устроились мы в маленьком тренерском кабинете стены которого были увешаны выцветшими грамотами а полки обшарпанного шкафа заставлены разнокалиберными кубками казалось что весь недолгий путь от моего дома до клуба Ритлуев сосредотачивался и в кабинете его наконец прорвало причем прорвало за все что накипело у него в эти месяцы нашего плодотворно раздражающего сотрудничества это и непредсказуемые опасные выходки хроническая неспособность к дисциплине и наплевательское отношение к окружающим неумение подчинять личный интерес интересам коллектива вопиющее отношение к тренировкам ничем не обоснованное зазнайство склонность к постоянному вранью неуважение к своему тренеру и много много чего еще мне было грустно грустно и скучно не я конечно держал скорбную мину подобающую обстоятельствам но все эти попреки отклика в моей душе не находили второй демон у него есть своя картина мира лидерство уступать не умеет да из чего лично мне он ничем не обязан придется списывать в потере и двигаться дальше жаль единственное что меня на самом деле беспокоило так это только реакция лёхи тем более что тот поначалу активно кивал головой под обличительным монолог ритлуева и кажется был даже весьма непрочь физически выразить мне свое недовольство спонтанной схваткой с алкоголиком но по мере увеличения перечня моих грехов и недостатка физиономия мамонта стала приобретать все более угрюмое выражение взгляд перемещавшийся с разошедшегося обличителя на меня и обратно уткнулся в пол кто знает может в другой ситуации я и попытался бы оправдаться тем более доводов было выше крыши ритлуев запале уже валил все до кучи и с логикой распрощался почти полностью а может даже в ответ перечислил бы горячему южному человеку все его косяки начиная с основного когда он на моем горбу захотел выиграть подростковое первенство города до истории с генералом анонистом но сейчас чем впустую тешить свое самолюбие в пустопорожних прениях важно было выйти из этой ситуации максимально выигрышно в глазах лёхи терять мамонта не собирался привык наконец капитан выдохся высказал что хотел на всяческих собраниях такие молчат уже плотно а в межличностных отношениях пока высказываются для меня странно а для этого времени пока нет хотя ведь он сейчас свое внеочередное майорство проговорил а все равно наступившей тишине поднялся голос звучит глухо как и планировал Илья Смуталинович мне жаль что я так вас разочаровал в любом случае большое вам спасибо за все что для меня сделали я буду всегда это помнить взглядом с Редлуевым я стараюсь не встречаться хотя я чувствую что капитан буравит меня своими глазами из-под густых бровей разворачиваюсь спиной делаю шаг к двери этот твой спектакль на меня значение не производит да значение на него не производит филолог горный уже от дверей не оборачиваясь выдавливаю всего вам хорошего Илья Смуталинович всю дорогу ехали молча Леха за мной вышел не сразу минут через десять о чем они там говорили не знаю мамонт лишь хлопнул меня по плечу и коротко спросил едем вот и едем в гавань проведать мои сокровища Монте-Кристо во время переезда в Москву удалось взять с собой лишь небольшую сумку с пачками сторублевок да верный маленький маузер верки с запасной обоймой первоначальный план все перевезти в Москву на МВД грузовике был хорош но оказался неосуществим технически незаметно загрузить и разгрузить восемь тяжелых сумок оказалось совершенно нереально душа заброшенной из сокровища болела жаба в груди от беспокойства за них стенала и билась в истерике мы неоднократно обсуждали эту тему с большим братом но съездить в Питер у меня в сложившемся графике никакой возможности не было Леха предлагал поездить в одиночку постепенно все перетаскать но я был категорически против слишком велик риск если от милиции еще был шанс просто отболтаться то как бы мамонт себя повел если его вычислили бы криминальные элементы большой вопрос скорее всего попытался бы просто отмахаться а значит в следующий раз я мог увидеть Леху уже на опознании в морге а ты их сразу шмалять начнешь насмешливо поинтересовался большой брат в ответ на мои опасения да совершенно просто ответил я Леха некоторое время пристально смотрел затем молча отвел глаза впрочем до последнего времени сокровища спрятать то было некуда хранить в студии было бы подлинным самоубийством любой из членов группы ползал по зданию как по своей собственности дома даже не смешно на съемной квартире еще не смешнее и лишь совсем недавно в гаражном кооперативе неподалеку от дома где Леха хранил свой москвич одна вдова начала распродавать автомобильное имущество покойного супруга напоюзанный запорожец мы не претендовали его купил какой-то высокий нескладный очкарик а вот капитальный гараж перекупили новый владелец запорожца только горестно вздохнул но накинутые мамонтом сверх установленной вдовой цены пять сотен безоговорочно решили вопрос в нашу пользу тоже вариант не очень понимаю но другого пока не было вообще решили с Лехой под тайник вырыть яму в углу гаража сверху поставить ящики с картошкой лучше так чем держать золотое оружие за 750 километров а то и надо будет а не дотянешься Митрич аж прослезился при встрече славному старику был вручен оскоро купленный по дороге презент бутылка дагестанского коньяка пара лимонов и шоколадно-вафельный торт полет однако когда мы увидели что от снега расчищена не только дорожка ведущая к нашему ангару но и крыша двухэтажного строения а над входной дверью ярко горит лампочка то хрустящая 100 рублевка без сожаления стала нашей искренней добавкой к дежурному подарку до красной стрелы было еще много времени проплаченный таксист дисциплинированно ждал у ворот пирса и мы убедившись что все сокровища целы спокойно приняли настойчивое приглашение Митрича к самовару общительный старикан обделенный на общение из-за сезонного малолюдия взахлеб пересказывал нам новости и сплетни местного масштаба они с Лехой опрокинули по паре рюмашек коньяка и большой брат с добродушной улыбкой внимал занимательные истории про то как главный инженер наш ну вы его видали каков фрукт уж на что жену свою боится а тут привез говорит коллега моя Митрич хочу лодку ей свое показать часа два показывал старикан заливисто смеется хлопая себя ладонями по коленям и с явным одобрением резюмирует а мне то что а пусть показывает пока может я бы ей тоже не отказал показать трехи помоложе был бы кака мы тоже смеемся кстати виагру что ли изобрести надо поискать в интернете инфу может и реально и деда порадовал бы и Митричу завез бы упаковку сам не успел дожить до полшестого но могу представить каково это осознать что ты больше не мужик ням да и денег немеряно срублю да и снова столь умиротворяющий меня стук колес сполошенные тени мечутся по стенам нашего СВ КГБ 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 выстукивают колеса но звучит эта зловещая аббревиатура сейчас почему-то совершенно безобидно что ж за добрые дела и правда иногда воздается кто бы мог подумать вон сама тетя Нина промолчала а Ирка рассказала хотя похоже обычная проверка перед выездом в КАП страну не знаю как она должна проходить это обычная проверка надо воспоминания в интернете поискать но то Ирина ее ее мама очень удачно вспомнила как я частенько тренькал на пианино а с ней здоровался на лестнице по-английски был то по-моему один раз в шутку смотришь ты на соседнем месте сладко сыпит Леха под нашими полками надежно покоятся четыре объемные сумки с килограммами банкнот золота и патронов под моей подушкой лежит с трудом оттертый от смазки ТТ впрочем под Лехиной тоже мерный стук колес глаза закрываются сами утром по возвращению я не сделал даже попытки попасть в школу позавчера Леха заранее специально припарковал наш москвич на комсомольском площади вызывать авто из гаража МВД или вести сокровище на такси нам показалось перебором а вот без насильщика как и в Ленинграде не обошлось четыре сумки и свежекупленный чемодан для шпильмановского барахла плюс костюм который приходилось нести чуть ли не на вытянутой руке милиции на перроне не было вообще урки нас тоже проигнорировали агенты кгб из-за урна не выглядывали и все наши переживания остались беспочвенными хотя переоформление документов в гаражном кооперативе еще не прошло но ключи бывшая хозяйка сразу отдала Лехе в обмен на деньги да и замки мамонт уже поменял поэтому кое-как замаскировав бесценные сумки лысой резиной оставшейся от запорожца мы сразу поехали в студию новый пазик пусть и с милицейской серии МКМ но хоть без ведомственной раскраски доставил всю нашу гоп-компанию в киноконцертную студию Останкино и сейчас грел мотором сам себя где-то на полупустой служебной стоянки все по традиции репетиция обязательно для всех кроме метро отрабатывается заглавный выход участников поклоны расстановка на сцене музыкальные отсечки оркестра и вступительная подводка ведущих Маслякова и Жильцовой Светлана Жильцова меня оставила равнодушным как с исторической точки зрения так и чисто мужской а вот бессменного ведущего КВН я порассматривал с интересом есть такие редкие экипажи что со временем почти не меняются конечно сейчас морщины пореже а если быть точным их почти нет вес поменьше но в целом и через 40 лет Масляков будет оставаться все таким же масляным круглое как блин лицо и масляная улыбка сверху зато сколько плохо скрываемого высокомерия за кулисами но ровно до момента пока кто-то к нему не обращается из равных тогда лицо папы КВН снова заливает здоровая порция масла неискреннего и неприятного странно в прошлой жизни я хоть и не был фанатом маслякова но относился к нему вполне лояльно он прочно ассоциировался у меня со студенческим весельем и остроумными шутками а сейчас вызывает прям острую неприязнь проблема после знания но ничего криминального я за масляковым вспомнить не мог конечно ходили какие-то слухи но про кого их не было монетизация юмора даже не грех все зарабатывают на жизнь как могут я мысленно пожал плечами еще раз отметил для себя липоватый галстук ведущего совершенно неподходящий под его некрасивый серый костюм впрочем у жильцовой платья еще бездарнее наши девицы тут станут верхом элегантности и вкуса правильно что мы не потащили их наряды на репетицию сюрпризом будет режиссер концерта руководивший репетицией являл собой очередного деятеля искусств типичной наружности впрочем не только режиссер пока ехали в останки на клаймич как раз рассказал в автобусе очень жизненный анекдот конференсье торжественно объявляет дорогие зрители начинаем эстрадный концерт перед вами выступят именитые певцы знаменитые скрипачи замечательные танцоры лучшие юмористы голос из зала а можно сегодня без евреев можно но тогда концерт окончен все посмеялись громче других наши музыканты глеб владимир михаил и борис понятно что и про них анекдотец впрочем по поводу глеба не уверен но с остальными гадалки не ходить что-то я сегодня критично настроен но такое количество певцов композиторов поэтов и музыкантов в одном месте прям наглядная иллюстрация клаймичевского анекдота с музыкантами хотя бы все ясно а вот зачем тут все эти поэты и композиторы для меня непонятно им-то не выступать вся эта братья находится в непрерывном броуновском движении они постоянно передвигаются приветствуют друг друга обнимаются лапзаются лицемерно улыбаются и участливо заглядывают друг к другу в глаза они сбиваются в тесные кучки что-то щепчут на ухо своему визави тихонько смеются и нежно держатся за руки их лица оживленные и полные благожелательности в один момент неожиданно тускнеют и замирают как посмертные маски когда они поворачиваются друг к другу спиной и снова начинают лучиться жизнью и добротой когда глаза находят очередного собеседника мерзкие шакалы слишком трусливые и подлые чтобы решиться на что-то пока союз жив но обгадившие духовно изнасиловавшие все когда он испустил свой последний вздох бесполезная и лживая прослойка и дело не в национальности а в сути лицо с телой попроще альдона незаметно подошедшая в тот угол зала где предавался мизантропии смотрит в сторону но обращается ко мне со что ты так фасненавей телокрушающих а тебе они внушают добрые чувства я даже не пытаюсь спорить с очевидным девушка наводит на меня синий прицел глаз или слышно хмыкает так зачем ты сам так активно сюда лезешь ответно утыкаюсь в нее взглядом и как можно весомее чеканю уж не за тем чтоб стать таким же а сочем прибалтка намеренно не отводит глаз преждевременный разговор и вообще тебе все показалось и я дурашливо улыбаюсь к моему удивлению снежная королева принимает это без возражений только еще раз хмыкает и отворачивается к сцене у меня тут нарисовалась проблема говорю и в спину чуть заметное движение плеч демонстрирует что меня слушают остался без тренера непосредственно в боксе обойдусь Леха поможет а скорее айфон а вот в физике скорости выносливости реакции мне нужна твоя помощь блондинка снова разворачивается ко мне фротти не турак значит понимаешь насколько бокс отличается от того что умею я подождав и убедившись что ответа не последует она все же согласно кивает хорошо и поднимает руку в ответ на призывные жесты клаймича и снова самолет и снова стюардесса по имени Жанна вот только впервые дневной рейс вкрылая машина уносит из Пулкова в Москву новоиспеченного лауреата премии ленинградского комсомола и такая премия оказывается есть подарок Романова уверен почему да потому что он сам так сказал ну или почти в телефон у меня вчера вызвали прямо с репетиции и сегодня ранним стылым утром я снова спускаюсь по трапу на промерзшую Невскую землю точнее мы спускаемся с Лехой ровно в 10.00 Жулебин помощник Романова завел меня в огромный кабинет к своему шефу поздороваться а уже через 15 минут я ведомый Виктором Михайловичем шествовал по длинным внутренним переходом прямиком в Смольный собор поскольку именно там и находился ленинградский обком ВЛКСМ а кабинет первого секретаря вообще расположился прямо под крестом часовни его хозяин Александр Калякин предшественник пресловутой Вальки которая стакан встречает нас еще в приемной здравствуй Виктор он крепко стискивает мою руку ну пытается рад искренне рад с тобой познакомиться я под твой Ленин партия комсомол и ладони отбил и голос сорвал и не я один что говорить на областном пленуме твою кандидатуру поддержали единогласно пойдемте в кабинет товарищи награждение лауреатов премии в большом актовом зале с высоченными церковными потолками началось ровно в 11 помимо меня за достижения в области искусства и создания произведений высокой коммунистической нравственности награждали также за научное открытие высокие достижения в труде и спорте за работу на селе и в промышленном производстве в зале присутствовал комсомольский актив города и области ветераны войны и труда а также представители различных трудовых коллективов и объединений в президиуме же наличествовал весь руководящий Ариапак как молодежный так и взрослый во главе с самим первым секретарем ленинградского обкома КПСС Григорием Романовым тем не менее все прошло вполне душевно и оперативно на торжественные речи вручения значков с дипломами ушло от силы полтора часа потратили бы еще меньше времени если бы один тип не разъявил на тревуне свою варежку вместо того чтобы как все приличные люди просто поблагодарить за высокую награду пообещать новые достижения и вернуться в зал а можно сказать пару слов не совсем по теме неуверенно промямлил я в микрофон когда комсомольский вожак прицепил мне на пиджак лауреатский значок вручил диплом и отправил благодарить на трибуну и тут же буквально с затылком стало ощущаться то материальное напряжение в момент возникшее за моей спиной в президиуме растерянное лицо Калякина и сгустившаяся тишина в большом зале я оборачиваюсь и встречаюсь с глазами я оборачиваюсь и встречаюсь глазами с Романовым первый секретарь добродушно улыбается конечно если недолго а то нам тут еще других товарищей награждать однако взгляд члена политбюро недвусмысленно предупредил ой не ошибись сейчас парень но парень ошибаться и не думал начал я несколько скомканно и рвано товарищи я тоже конечно хочу поблагодарить и постараюсь продолжить писать хорошие песни такие чтобы вам нравились в зале кое-где появились улыбки но сейчас хотел бы все же сказать о другом а то когда еще возможность выпадет на таком собрании выступить опять несколько улыбок но большинство чтобы определиться в реакции ждет сути ну сейчас дам вам и суть я вот в песне написал если дело отцов станет делом твоим только так победим и касается это в равной и касается это в равной мире и отцов и дедов у меня вот дедушка воевал как и у многих здесь не на ленинградском фронте правда а на каспии но это ведь не важно просто во многих семьях ветераны уже я запнулся и нервно сглотнул ушли болезни раны а я знаю мой голос зазвенел огромное множество людей снова хотели бы прийти на встречи ветеранов снова увидеть однополчан своих отцов и дедов снова вспомнить поговорить с ними помянуть но не идут потому что уже не с кем идти а это неправильно сидеть дома и выпивать не чокаясь я что хочу предложить может ленинградская комсомольская организация выступила бы с инициативой я даже название уже придумал бессмертный полк и 9 мая мы не воевавшие но помнящие прошли бы в праздничном строю по проспектам и улицам наших городов и сел с фотографиями наших бессмертных героев я резко замолчал пара секунд молчания несколько робких хлопков откуда-то задних рядов а нет уже покатилось и вперед уже хлопают большинство в зале все ну что ж вот считай проголосовали слова романова переводят аплодисменты в овацию и поднимают зал на ноги снова с лёхой заехали к шпильманам изя барухович нас не ждал но обрадовался принялся придирчиво изучать мой костюм отобрал пиджак зачем-то стал переделывать подкладку хотя на мой взгляд и так всё сидело идеально а затем битый час потеряв возможность заскочить на работу к деду я изображал манекен на котором белый костюм сменялся чёрным смокингом и наоборот 4 дня и всё будет так как должно быть и Боря привезёт вам весь гардероб в Москву Витя я хотел поговорить с вами за Борю Боря очень хороший и талантливый мальчик ему надо развиваться надо двигаться вперёд а что тут таки решено Боря будет переезжать к нашим хорошим знакомым в Москву но там надо освоиться Москва я скажу вам большой город я был в нём до войны я заблудился я не хочу чтобы Боря заблудился вы должны пообещать мне что присмотрят ли те за нашим Борюсиком и всё остальное в таком же духе делать нечего пришлось пообещать присмотреть уже когда ехали в обкомовской Волге в аэропорт Лёха тихонько высказался а у Борюсика похоже жареным запахло раз из города намылился я хмыкнул и согласно кивнул тоже об этом подумал а изя старый прохиндей и должны передразнил мамонт должны если шьёшь бесплатно а если такие деньги берёшь то нифига мы тебе не должны я скосил глаза на недовольно бурчащего большого брата и весело засмеялся настроение было замечательным уже после заседания у себя в кабинете Романов высказался ты знаешь что самый хороший экспромт это заранее согласованный и утверждённый во всех инстанциях как твоё лауреатство например ах знаешь а чё тогда своевольничаешь ну да ладно идея правда хорошая за неё спасибо думаю что с такой всесоюзной инициативой и партийной организацией выступить будет незазорно ветеранов забывать нельзя эти люди мир спасли посоветуемся с Москвой и решим так что ещё у тебя а кассета давай сейчас некогда но вечером послушаю ну бывай не опоздай на самолёт как мило свой рейс мы ждём в депутатском зале ну конечно по сравнению с будущим тут ничего интересного нет за исключением очень дешёвого буфета но и это здорово поскольку в общем зале в кафе стоит безумная очередь знакомый экипаж на входе Жанна узнала улыбается склоняюсь к её аккуратному ушку чуть прижатому к голове синей пилотки и вместо приветствия негромко напеваю стюардесса по имени Жанна обожаема ты и желанна ангел мой неземной ты повсюду со мной стюардесса по имени Жанна случайно пару раз касаясь губами её мочки красная волна смущения заливает щёки и даже шею девушки под насмешливым взглядом мамонта плюхаюсь в своё кресло нет настроение определённо замечательное да хоть и пришлось проехаться по городу под мигалкой но к репетиции наших номеров мы не опоздали разумеется если бы не моя кобелиная сущность то и мигалка не потребовалось бы изначально времени было с запасом но как джентльмен я не мог не предложить подвезти Жанну из Шереметьева до города предложил бы и до постели если бы была возможность не сразу конечно но взгляды-то её я ловил на себе во время полётов вполне даже задумчивые в любом случае телефончик девушки у меня давно уже есть да и сегодня отношения как говорится получили новый импульс Жанна попросила захватить до города её коллегу Зою высокую стройную и рыжую короче вторую симпатичную стюардессу с нашего рейса вот пока наша чёрная волга с мигалкой ждала девушек сдающих смену весь резерв времени и растаял но получилось даже лучше возможно Жанна что-то подобное ждала а вот Зоя и машины и мигалкой впечатлилась зеловельми а уж когда водила молодой парень с сержантскими погонами пару раз лихо объехал с сиреной по встречке небольшие скопления автомобилей на светофорах впечатлилась по самое не могу и Жанна знаю точно большой брат из-за того что большой сидел впереди а мы втроём устроились соответственно сзади после второго зигзага с сиреной ойкнувшая от испуга и восторга Жанна перестала коситься на Зою и позволила моей наглой лапе протиснуться у себя за спиной и приобнять за талию в зале Останкинской телестудии первое что я увидел это было озабоченное лицо Клаймича лишь чуть припудренное подобием привычной спокойной улыбки дав приличие ради возможность поздороваться с одногруппниками Григорий Давыдович подхватил меня под руку и подащил подальше от посторонних ушей Виктор меня вызывал Лапин из дальнейшего непривычно сбивчивого для нашего директора рассказа стала понятна причина его волнения отснятый репетиционный материал заключительного концерта песни года 1978 всемогущий председатель гостелерадио великий и ужасный Сергей Георгиевич Лапин просмотрел лично и выразил свое крайнее неудовольствие не могу даже сказать что сильно напрягся нечто подобное я и ожидал все-таки пять песен сопливого выскочки в финале песни это не то что маститые мэтры должны были беспрепятственно проглотить самого Роберта Рождественского было всего четыре раза особенно вызывающе выглядело даже не то что моя фамилия столько раз звучала со сцены слова и музыка Виктора Слезнева а то что мне надо было после каждой песни подниматься со своего места в зале и раскланиваться на все четыре стороны причем если все остальные это хотя бы делали парами композитор и поэт то сопливой выскочкой и тут получал индивидуальный бенефис империя метров наносит ответ на удар ну и сколько песен нам зарезали три четыре фиг угадал лапин был зол и раздражен потому что меня по его мнению оказалось слишком мало я сказал что он должен петь а петь это не играть на чем-то там когда поют другие он должен петь свою песню мы посылаем за границу певца который на родине почти ничего не спел вы с ума сошли или специально это делаете может быть нам подыскать на ваше место кого-то попонятливее клаймич завершил цитату криво улыбнувшись и добавил витя он так орал решение я нашел простое сразу спою соло городские цветы да и вся недолга клаймич видимо тоже предполагал такой вариант потому что даже не стал уточнять что отношения с боярским будут испорчены навсегда да пофиг раз за песню сады не заплатил значит и у не аморальных обязательств перед ним никаких главное чтобы такой вариант устроил лапина лапина вариант устроил и боярский на репетициях так и не появился зато произошло другое событие произведшее на меня немалое впечатление на репетициях появилась Алиса Фрэнлих со своей песней у природы нет плохой погоды в канонической версии истории из айфона эту песню в финале песни года исполняла Людмила Сенчина сейчас же она поет мой теплоход и вместе со мной ноль два а вот камушки рождественского исполняет Толкунова Пьеха же в отличие от основной версии истории теперь выступает с двумя песнями вторая моя уже ставшая сверхпопулярной карусель а первая она оставила придет и к вам любовь все того же рождественского хотя семейный альбом как мне кажется гораздо интереснее и динамичнее зато у Ольги Воронец теперь только одна песня а Татьяна Кочергина со своими дурацкими уроками музыки и вовсе выпала из финального концерта и это только то что я успел заметить на двух репетиях в айфоне эти изменения никакого отображения не нашли да версии по этому поводу у меня может быть сколько угодно а вот какая из них правильная покажет время или не покажет пожелание лапина ко мне подстричься переданное к лаймичем я пропустил мимо ушей правда по уверению Григория Давыдовича оно прозвучало не слишком категорично на сегодняшний день цвет моей шевелюры окончательно превратился в полноценного блондина волосы уже стали светлее Лехины хотя пока не дотягивали до белой бумаги альдоны но в отличие от природных блондинов у меня поменялся только цвет волос но не их структура грива по прежнему оставалась очень густой более того мои постоянные зачесывания вверх и закрепление результатов при помощи лака дали неожиданный результат волосы сами по себе стали стоять торчком достаточно было их только высушить после утреннего душа я понимал что в жизни так не бывает но как обычно в таких ситуациях старался просто об этом не задумываться ну модернизировалась прическа и слава богу главное что получившийся результат меня абсолютно устраивал длинный ежик спереди остриженные волосы по бокам и в меру отросшие сзади закрывающие воротник пиджака в итоге вышло стильно и красиво ну вкусовщина вкупе с моей смазливой рожей и спортивной фигурой все выглядело привлекательно и сексапильно добавил бы еще что и чуть педринно но не хочется портить себе настроение осознанно делая ставку на телевидение клипы и видео я по вечерам частенько запирался в своей комнате включал айфон и учился работать на камеру то копируя уже привычные маски высокомерие альдона или улыбку лады то брал одежную щетку на роль микрофона и отрабатывал взгляды ракурсы подмитивания гримасы грусти или радости последовательно изображая то милого подростка то объект вожделения нет все таки правы были предки в актерстве лицедействия слишком много от первой древнейшей утро пятницы началось волшебно без двух минут семь неожиданным звонком в дверь еще даже мама не встала оба сонные едва продрав глаза мы с ней столкнулись в коридоре выскочив каждый из своей комнаты мама накинула халат красивый шелковый индийский от шпильмана младшего а я еле успел натянуть спортивные штаны но на автомате ухватился за золотой кинжал тот самый на добрую память Эл Брежнев о красоте не всегда бываешь рад на площадке стояла Альдона в красной куртке и лыжных штанах на голове вязаная шапочка с помпоном тоже красная на смешливый взгляд раскрасневшееся с улицы лицо чудо какая свеженькая и красивая девушка я все понял без слов и больше всего сейчас хотелось захлопнуть дверь прямо перед лицом красавицы да так чтобы дверь от силы хлопка выгнулась как в мультфильмах и задела по носу чертовой прибалтки чертова прибалтка тоже все поняла по моему взгляду и ее лицо осветила столь редкая на нем улыбка доброе утро господи неужели ее так тренировали недалеко от моего дома полупустырь наверняка тут скоро построят дом а пока в наличии только небольшая детская площадка кусты редкие деревца еще вчера на улице было минус 10 сегодня оттепель мокрый тяжелый снег липнет на кроссовки грязные брызги летят во все стороны при каждом нашем шаге спортивный костюм насквозь мокрый на мои ноги руки надеты какие-то самодельные но очень качественно сделанные утяжелители пот заливает лицо легким не хватает воздуха с диким трудом перепрыгивая кусты и пиля прямо по нетронутой целине наперекор всем тропинкам я уже несколько раз должен был упасть но это гадюка бежит рядом и каждый раз успевает меня поддержать в школу я опять не иду просто не могу с трудом выполз из ванной еле доковылял до кровати теперь лежу уткнувшись мордой в подушку и мечтаю сдохнуть на кухне белобрысая гадюка и мамонт уже отвезший мама на работу с предельным цинизмом доедают мой завтрак при мысли о еде меня едва не тошнит это откуда же она знала про пустырь не иначе как вчера приезжала на рекогностировку местности а утяжелители похоже корейские и даже одежду сменную взяла с собой от усталости я не могу пошевелиться слышу как латышская садистка зашла в комнату и молча стоит надо мной не реагирую даже тогда когда она начинает стаскивать с меня штаны последнее что помню перед тем как отключился это когда меня стали растягивать большой брат удерживал за ноги а Альдона тихонько тянуло то за голову то за руки еще пару раз я просыпался когда меня переворачивали и осторожные руки снова то мягко то сильнее давили разные точки на моем теле имею ввиду я прервался запихивая в рот отобранный у мамонта кусок яичницы я тебя ненавижу разбудили меня на обед жаром напал такой что Лехе пришлось даже делать дополнительно омлет чтобы не остаться голодным милобрысая зараза безмятежно усмехается зато можешь ратоваться ты оказался покрепче чем я думала заметив нездоровый интерес которым я рассматриваю нож для масла мамонт предусмотрительно перекладывает его подальше Альдона деловито смотрит на часы и командует подъем через час у тебя запись песни как ни странно но когда мы входим в студию чувствую я себя вполне бодро и работоспособно в силу неоднократных тренировок с айфоном записать фонограмму и отработать цветы на воскресной генеральной репетиции Востанкина мне никакого труда не составило девчонки изображали бэк вокал а я дисциплинированно выполнял указания режиссера встань туда смотри сюда ничего пусть я в России от меня самодеятельности тоже не ожидала так что пока мили Емелевич а там видно будет 19 декабря 78 вторник Москва 10 месяцев моего пребывания в СССР там наступил во вторник концерт был рассчитан почти на 3,5 часа да еще и получасовой антракт в отличие от моих предыдущих выступлений все это время я должен был как пай мальчик просидеть в зале с мамой режиссеру концерта видимо показалось что мама рядом будет удачно компенсировать отсутствие у меня второго соавтора так что если к 5 просмотрам песни 78 на айфоне добавить еще 4 репетиции то сегодня я был обречен десятый раз вкусить достижения советской эстрады кресла в киноконцертном зале останкина были тесными без подлокотников да еще и обтянутые блестящим черным дедьмантином от которого потели спина из задницы одно дело репетиции когда в зале справа слева никто от тебя не сидит и в любой момент можно встать и прогуляться совсем другое дело сам концерт когда ты стиснутся всех сторон плечами таких же как ты зрителей проходы между рядами были узкие ноги в них особо не вытянешь вентиляция справлялась плохо и в переполненном зале быстро стало душно нам с мамой еще повезло наши места были ближними к проходу чтобы я мог беспрепятственно выйти из зала в гримерку и переодеться к выступлению но похоже эти бытовые неудобства волновали только меня первые зрители возбужденные и торжественные стали появляться в зале еще за час до начала концерта а часть публики явно привезли организованно этот народ в зал заходил компактными группами оживленными между собой общаясь ну видимо те самые пресловутые представители трудовых коллективов и скорее всего прямиком со своих предприятий с нашей стороны сегодня тоже была группа поддержки Верин и Альдони нацы приехать не смогли отбывали аврал конца года на работе зато нарядными и довольными неподалеку от нас расположились Верина мама Татьяна Геннадьевна и Ладина бабушка милейшая Роза Афанасьевна и из песни слов не выкинешь в левой части зала у нас были еще три места и сейчас там Леха активно обхаживал наших стюардес то что отцы солисток прийти на концерт не смогут мы знали заранее ну вот не пропадать же билетом к тому же именными они не были да и Зоя Лехе очень понравилось хорошо хоть мы сразу оговорили что ни я к ним подойти в зале не смогу ни им ко мне нельзя молодые девчонки ошеломленные возможностью попасть на итоговый концерт песни года только послушно кивали аккуратно причесанными головками выслушивая мои инструкции ну а я уж наплел им стрекороба что мою часть зала где сидят разные родственники членов правительства и космонавты контролирует КГБ и этого к счастью оказалось достаточно да ну как-то так сложилось зря наверное в этот раз гримерка у нас была персональной общая на всю банду зато просторная атмосфера в ней царила хоть и волнительная но уже без истерики тем не менее в ответ на приветственные возгласы коллег я сразу жалуюсь мааа ну согласись раздражает когда люди начинают общение с тобой не с поклона увернувшись под общий смех от маминого подзатыльника отправляюсь к сидящей Альдоне прибалтка предсказуемо единственная из присутствовавших никак не отреагировала на мою заготовленную репризу обхожу девушку со спины склоняюсь вперед и пристраиваю подбородок на ее плече блондинка не меняя позы и не переставая полировать ногти пилочкой скашивает на меня свои ярко-синие глазищи Григорий Давыдович вот вы интересовались какие у меня отношения с Альдоной Клаймич демонстративно округляет глаза но тут же улыбается и преувеличенно важно кивает явно давая понять окружающим что это очередная шутка Латышку наш директор слегка недолюбливает но малейшего недопонимания с ней старается тщательно избегать как впрочем и все в гримерке снова повисает тишина серьезные очень серьезные наши отношения за все время знакомства мы друг другу ни разу даже не улыбнулись снова все смеются причем Вера с заметным облегчением лишь прибалтка слегка кривит свои тонкие четко очерченные губы вообще-то задрала гадюка если честно отдохнуть дала только в воскресенье и хотя нагрузку заметно снизила чтобы оставались силы на школу но даже этих трех дней хватило чтобы у меня ввалились щеки а на ремне пришлось просверливать древью новую дырку только скажи и мы тренировки прекратим лицо льдоны мокрое от пота но голос сух и безразличен позади осталось вспаханное нашими телами поле пустыря снова ударили морозы и чтобы преодолеть целину приходилось сначала проламывать ледяной наст застревать в нем выбираться и снова проваливаться иной раз до колена не остается ничего другого как выматериться про себя и продолжать пробежку дальше между тем кажется я обнаружил очередную свою индивидуальную аномалию первый раз я обратил внимание на это в Липецке во время юниорского чемпионата сейчас это наблюдение лишь подтвердилось стоит мне возобновить прерванные тренировки и я неестественно быстро набираю необходимые кондиции но если в Липецке Ритлуев следил за тем чтобы я не переусердствовал и не перенапрягся то прибалтка кажется задалась целью вынуть из меня душу к тому же изменились наши отношения причем заметно в худшую сторону это отметил даже Леха поинтересовавшись у меня не поссорились ли мы теперь блондинка разговаривает со мной только по необходимости и сразу же после тренировки уезжает домой на папином жигуленке не оставаясь даже на завтрак включаю мозги на полную но не могу родить никакой другой версии кроме массажной тогда после первой тренировки когда я пребывал в почти полуобморочном состоянии от полученной нагрузки к тому же постоянно проваливался в сонное забытье размытым пятном и с глубинным памяти всплывает ставший отрешенный взгляд голубых глаз и теплые девичьи ладони почти невесомо скользящие по моей груди после объявления по громкой связи о 15 минутной готовности группа поддержки покинула гримерку и я начал переодеваться на общее представление Шпильман младший привез продукцию своего деда поездом еще в воскресенье и все передал встречавшему его на вокзале Лехе дома под придерживым маминым взглядом я дважды перемерял оба костюма и естественно никаких изъянов не обнаружилось вещи вышедшие из рук старого еврейского портного выглядели и сидели идеально для нахождения в зале мы совместно с мамой определили синие джинсы и красивый серый джемпер интересно какими звилистыми зигзагами судьбы его занесло из солнечной Португалии в жадные руки советских фарцовщиков в общем на каждую из двух исполняемых мною песен приходился свой персональный костюм городским цветам достался белый с черной шелковой сорочкой а на 0.2 я надену более официальный черный смокинг с той же черной рубашкой и расстегнутым воротом короче предстояло мне быть модным как шлю как манекенщицы на вечеринке в прошлой жизни на шмотки я особого внимания не обращал в детстве все мое окружение одевалось примерно одинаково и только много позже первыми ласточками перестройки стали польские джинсы и турецкие свитера в период зарубежных скитаний извечными спутниками были шорты и футболки а госслужбу и период бизнеса сопровождали классические костюмы да и то ничего особенного хоть и не дешевые но и из магазинов как ни парадоксально вопросы моды всплыли только теперь во второй жизни а до этого шмоточников я не воспринимал и где-то даже презирал но вон смотри как все обернулось тем более что советские эстрадные исполнители своих зрителей шикарными туалетами не баловали из всех певиц кто пел больше одной песни по-моему только пьеха заморочилась на переодевание у нее даже на совместное представление всех исполнителей перед началом концерта было отведено свое персональное платье стрёмное кстати на мой вкус дурацкого розового цвета с нелепой шейной повязкой украшенной тряпичной розочкой но тем не менее оно было а вот Ротару и Пугачева свои песни исполняли в одном и том же сарафан софы был осыпан блестками как новогодняя елка а Пугачиха была одета как и всю последующую за этим жизнь в какое-то бесформенное недоразумение впрочем абсолютным победителем в моем персональном конкурсе кто одет хуже всех стала ведущая Светлана Жильцова мало того что ее платье напоминало цветом детскую неожиданность да еще и крой модели подразумевал что у той кто будет его носить должна быть в наличии хоть какая но грудь а так спереди свешивались два жалобно пустующих мешочка лифа и зрелище было откровенно нелепое на этом скудном фоне наши девицы в нарядах львовой по лекалам 21 века должны будут произвести настоящий фурор на репетициях и сейчас во время общего представления мы задействовали платья уже засвеченные на милицейском концерте а 21 век приберегли для основного действа что ж таковым будет первый из обещанных мною сюрпрайзов по крайней мере реакция дочери Генсека когда она впервые увидела нашу троицу в сценических платьях была предельно эмоциональна ох ты ж ешкин кот богини да выдашь ты ж глянь нельзя девок за границу там за ними очередь из миллионеров выстроится вполне понимаю и разделяю такую реакцию сам то я в процессе примерок видел каждую из девушек но их явление втроем в готовых платьях даже меня заставило покрепче сжать зубы чтобы челюсть не отвисла постоянное общение теряет остроту первого впечатления и привыкание наступает даже к незаурядной красоте но сейчас на какой-то небольшой миг эти три красавицы показались мне незнакомками прекрасными желанными далекими и недоступными иногда очень редко жизнь дает нам возможность увидеть привычное и знакомое как бы со стороны и заново в той жизни я конечно не мог пропустить в своих странствиях прибрежные города равнинные просторы и горы далекой Аргентины серебряное море так переводилось название того полумиллионного курорта на атлантическом побережье испаноговорящей страны красивый и уютный мардель плата как магнитом притягивал к себе состоятельных аргентинцев и продвинутых туристов в основном европейцев но мало кто из них приходил по вечерам на пустынные белоснежные пляжи и наблюдал за закатом светила дающего жизнь всему сущему на земле а закаты в мардель плата того стоили когда солнце скатывалось за горные пики тяжелая масса воды в этот момент как бы превращалась в расплавленное серебро а бухта становилась гигантским драгоценным ковшом намедитировавшись на серебряное море после заката я шел в очередной ночной клуб в тот раз это был ля кумбре я запомнил вечеринка набирала обороты шквал мигающих разноцветных огней вибрация от мощных музыкальных колонок пробирает тело до самых косточек изломанные тени дергающихся в танце стройных молодых тел белозубые улыбки южных красоток и бесчисленные отражения в зеркальных стенах и колоннах я занимаю место за арендованным столиком и с бокалом красного мальбека погружаюсь в блаженную нирвану звуков огней и образов закончился очередной день а с ним в небытие ночи в закоулки моей памяти уходят новые места встречи и люди среди всеобщего веселья и искрящейся радости жизни мой взгляд натыкается на немолодого европейца одиноко сидящего за своим столиком он кажется настолько чужим и обездоленным на этом карнавале всеобщего ликования что мне хочется встать и подойти к нему со словами поддержки чокнуться бокалами выпить под какой-нибудь душевный тост уже мысленно начинаю подбирать слова но секундное наваждение проходит я понимаю что в зеркале отражаюсь я сам и одновременно вся моя жизнь потраченная и заканчивающаяся следующее утро встречаю в дороге по пути в аэропорт Буэнос-Айреса Эсейса Барахас Шереметьево 2 почему-то остро захотелось чтобы все закончилось на родине пусть не прямо сейчас но в принципе и вот я как бы увидел всех трех девушек заново видимо из таких моментов и рождаются фразы про божественность красоты и про то что она правит миром сильные эмоции нежелательные пришлось напоминать себе что уже 4 месяца вон ту божественную брюнетку в красном платье я имею всюду и в разных фи конечно но помогло а заодно позволило заметить ту тишину которая установилась в секунду назад шумной репетиционной все музыканты без исключения молча пялились на святую троицу а кое-кто и зубы сжать не успел так что челюсти отвисли очень заметно девицы к сожалению произведенные собой впечатления оценили сразу и в полной мере собственно надо быть слепым чтобы не увидеть округлившиеся у присутствующих глаза пришлось предпринимать срочные меры а то управление над осознавшими свою божественность может быть потеряна раз и навсегда паскудным голоском я подхватываю реплику брежневой ваша правда галин леонидовна красивое платье страшная сила даже наших замарашек приодели и вот уже почти как богини величественность момента разрушена осуждающий смотрит на меня и пытается задавить улыбку клаймич поперхнулась от неожиданности и смеха брежнева затем постепенно отмирая к зарождающемуся веселью присоединяются и все остальные смеются даже две замарашки но обиженные взгляды я все-таки замечаю прибалтка же в очередной раз демонстрирует нордический характер и ноль эмоций скептические размышления на тему модного приговора и прочие воспоминания совершенно не мешают мне лучезарно улыбаться на сцене на протяжении всей тягомотной процедуры представления исполнителей режиссер редкостный болван хоть и шепчутся что он внук Бухарина такая потеря темпа эфирного времени в самом начале концерта сохранять жизнерадостное выражение на лице когда количество представляемых певцов и коллективов зашкаливает за три десятка непросто а я еще не забываю подстегивать своими взглядами улыбки на лицах Веры Альдона и Лады запомните вещал я вчера в студии на напутственном собрании в зале сидит меньше тысячи человек а у телевизоров несколько десятков миллионов камеры показывать вас будут непредсказуемо на пару тройку секунд в любой момент и чтобы на экране вы были красивыми и улыбающимися лыбиться как дуры вам надо на протяжении всей четверти часа не переставая ни на секунду знал о чем говорил в айфоне на видео с канонической версией концерта бесстрастные камеры выхватывали скучающее лицо Кобзона безразличие Лещенко какую-то недовольную физиономию Кикобидзе и совершенно отрешенного Хиля опс а это уже и ЦМИ лауреат премии ленинградского комсомола автор и исполнитель Виктор Селезнев делаю шаг вперед и слегка склоняя голову смущенно улыбаюсь под доброжелательные хлопки зала ничего себе формулировочка автор исполнитель хорошо хоть не комических куплетов зато про лауреатов ставили на репетициях такого текста не было вокально-инструментальный ансамбль музыкальной студии МВД СССР Красные Звезды наши девушки держась за руки вскидывают их вверх и кланяются это тоже домашняя заготовка вкупе с их улыбками очень мило даже если режиссер будет потом истерить суки какая студия МВД что за тварь это придумала не звучало такого в представлениях на репетиции бляди тупые невозмутимо держу на лице широкую улыбку а про себя исхожу на ф фекалии юбилейный десятый вынужденный просмотр песни года моего настроения однозначно улучшить не смог скучно было до зубной боли в первой части концерта из сочиненных мною песен стоял только теплоход сенчиной не будь этого я бы сумел найти аргументы для мамы и остался бы сидеть в гримерке уже не умиляли ни вместе весело шагать ни а в Африке горы вот такой вышины в душном зале всеми силами старался не зевать и не клевать носом и тем не менее не смог избежать пары толчков локтем от бодительной мамы короче мрак сенчина выступала восьмой как раз после откровения хора мвдшников что лучше нашего солдата не поет никто ага масляков вещает парад песен лауреатов семьдесят восьмого года продолжает песня на теплоходе музыка играет жильцова на подхвате слова и музыка Виктора Селезнева поет Людмила Сенчина понял коричневая рубашка маслякова и поносного цвета платья жильцовой наверное отражают скрытый протест деятелей искусства против их говняной жизни в СССР забываюсь до такой степени что чуть ли не хрюкаю над собственной шуткой ну а че сам пошутил сам посмеялся неуместное веселье прекращает маму услышав нашу фамилию она не сдерживается и стискивает мою ладонь господи сидит вся такая торжественно напряженная гордится сверхмерой своим талантливым сыном мулечка меня неожиданно окатывает волна какой-то острой тоски вторая жизнь второй шанс десятки тонн золота ждут меня на далеком острове в тихом океане и в древнем храме сказочной Индии эти деньги сделают меня богатейшим человеком мира передо мной откроются все двери все станет возможно все абсолютно все надо только выбраться отсюда в Италию а потом выкупить у родного советского государства мамы и деда заблочу по миллиарду отпустят как миленькие а если дед станет упираться так за валюту его еще и силой выпихнут за границу скажут эта жертва нужна партии построим а-ля средневековый замок где-нибудь на теплой Ямайке куплю себе сверхзвуковой конкорд и трехпалубную яхту и буду гадить в унитаз из золота инков мама сильнее сжимает мои пальцы и склонившись к уху шепчет не волнуйся так Катюня все будет хорошо я осознаю что от одолевших мыслей меня заметно потряхивает и усилием воли беру себя в руки тем более сейчас подойдет Сенчина и это станет вторым сюрпризом стоит отметить что публика ленинградскую певицу принимает очень хорошо ну как хорошо по местным меркам конечно так-то ползала сидит с каменными лицами как на похоронах особенно цепенея под направленными в их сторону телекамерами некоторые улыбаются и хлопают в такт популярной песни но таких не слишком много сейчас советские певицы и певцы во время исполнения песен все чаще стали спускаться со сцены и ходить вдоль зрительных рядов мода видимо пришла с запада поскольку помнится недавно баниэмщики активно прыгали по залу пытаясь расшевелить публику а сегодня в зал уже спускались не только толкунова но даже малолетняя солистка детского хора этого тоже кстати я на репетициях не наблюдал прям что-то необъяснимое творится совсем сопливая девчушка по фамилии Могучева поскакала в зал к еще не старому но уже привычно толстому Эльдару Рязанову чтобы спеть в отсутствующий микрофон что ни к чему тебе дороги косогорой горы зал умилился поначалу я вообще не мог понять как исполнители осмеливаются приближаться к зрителю когда выступают под фанеру но потом привык народ в этом времени пока еще настолько дремучий что подавляющее большинство даже представления не имеет что такое фонограмма вон пугачиха тоже обродила до того что своего первоклассника с позволения сказать исполняла без микрофона зато очки с ультрамодной цепочкой до пупа нацепить не забыла а в зале и хором подпевали припев четверо мужиков из которых я смутно опознал одного из многочисленных мужей будущей примадонны правда уже и сейчас на репетициях пугачева вела себя вальяжнее всех и нагло указывала режиссеру что надо делать и как ее снимать а тот ее безропотно слушал из всего этого я сделал вывод что крыша улахудры должна быть на самом верху и пора бы уже найти на это время и навести справки Виктор а тебе не кажется что все же лучше это согласовать с режиссером Хенчина нервно покусывает нижнюю губу отказывать мне она совершенно не желает но и последствий несанкционированных действий опасается зачем я сижу в кресле напротив и дожимаю жертву дружеский жест более опытного коллеги импровизация что в этом криминального молодец как и договаривались подгадала к припеву чтобы никакой двусмысленности не получилось на теплоходе музыка играет а я одна стою на берегу Сенчина возвращается из зала на сцену по моему проходу и приближается как раз к тому ряду где с краю скромно притулился юный вундеркин машу рукой а сердце замирает и ничего поделать не могу ее рука ложится мне на макушку и легко взъерошивает длинные светлые волосы от неожиданности я втягиваю голову в плечи а потом мило лыблюсь в ответ на ее улыбку стараясь не косить глазами в направленную на нас камеру зрители в зале и так хлопали в такт заводному припеву а теперь еще и весело смеются людмила кресла приветственно поднимая руку и на каблуках прокручиваюсь вокруг своей оси озаряя зал белозубой улыбкой под весьма громкие и дружные аплодисменты все сябатям музыку спер добрынина слова украл хуребинина улыбку спиздил лады но и как говорится списал с одной книги плагиат с двух компиляция а вот с трех уже диссертация ладно диссертант пофиг то ли еще будет легонько кланяюсь в сторону сенчиной и демонстративно изображаю несколько хлопков в ее адрес вызывая явное одобрение зрителей в антракте спокойно прошлись с мамой по холлам и коридором останкина к счастью никто нас не остановил и автограф не требовал глядя на улыбающиеся возбужденные лица зрителей приходится резюмировать что мои эмоции относительно тесных кресел и духоты в зале похоже остались никем не разделенные народ явно доволен песни нравились а бутерброды с копченой колбасой и бутылки попсиколы разлетались в буфетах со страшной скоростью внимательно выслушиваю последние наставления мамы и после второго звонка провожаю ее в зал а сам с начинающимся легким мандражом отправляюсь за кулисы дежавю блять ресторан Арагви дубль два тихонько просачиваюсь в гримерку с традиционно заготовленным анекдотом и застаю картину маслом напряженная вера неискренне пытается улыбаться что-то велеречиво вещающему ей кикабидзе мемино всея руси сидит вальяжно развалившись в кресле но масляно блестящий взгляд неотрывно прикован к девушке моя красавица то чему-то кивает то нервно покусывает губы то опять пытается растянуть их в резиновой улыбке да нельзя удивленный появлением козла в своем огороде я ищу взглядом альдону с какого хера наша сторожевая овчарка не отгоняет посторонних животных от трепетной мать тела да ладно приехали возле блондинки скромненько на твурете но пристроился свой ухажер як ёла правда эстонец ведет себя не в пример скромнее но и дочь чекиста на него практически не обращает внимания по привычке поглощенная полировкой ногтей маленькой пилочкой как там у Пушкина быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей но это уже явный перебор больше не скрывая своего присутствия злобно сообщаю и снова добрый вечер перебитый посреди видимо очень важной фразы недовольно замолкает Кикобидзе следует разноголоситься радостных приветствий от наших музыкантов оставив разговор с Ладой ко мне устремляется клаймич отрывает от ногтей голубые дышки своих глаз прибалтка но не это главное Вера поворачивает голову и на ее лице отражается такое облегчение что моя досада тут же уступает место тихо закипающему бешенству Григорий Давыдович мой тон можно использовать вместо криокамеры клаймич смотрит встревоженно но почти сразу отводит глаза знает кошка чье мясо нам скоро на сцену готовьте группу и попросите посторонних уйти кто бы что не подумал но Йола сразу поднимается с табуретки со словами ну не пут вам мешать а вот тикапидзе напротив удобно пристраивает руки на подлокотниках кресла насмешливо смотрит на меня но спрашивает клаймича а это большой началник пришел так до вашего выхода еще не скоро скажи ему Гриша чтоб не волновался так это хорошо у меня нет ни малейшего желания разойтись из этой ситуации мирно иду к вешалке и не торопясь стягиваю через голову джемпер я уже давно пребываю в таком состоянии что мою физическую форму может замаскировать только пиджак но никак не футболка последние тренировки с Альдоной привели к тому что по мне можно изучать анатомию фигура пловца никуда не делась но мышцы уже такие которые плаванием не достигаются не уверен что это естественный результат а не свыше но мне наплевать в повисшей тягостной тишине медленно подхожу к креслу с грузином снова пытающимся что-то говорить не слушающий его вере медленно и предельно оскорбительным тоном цежу сквозь зубы уважаемый просьба выйти вон совсем недоступна для вашего понимания с изумленным выражением лица но все еще пытаясь улыбаться кико-бидзе поднимается из кресла молчи твоя мама совсем плохо тебя воспитала бинго а я то ломаю голову как пройтись по его матери но не сделать это первым ведь с такими как он это всегда беспроигрышный вариант сами с этого начинают но при аналогичном ответе звереют моментально а тут и на ловца краем глаза вижу как за спину к мимино устремляется к Коля завадский а твоя родила тебя ты шикар раз ты такой же тупой как это животное грузина от бешенства даже глаза светлеют но каким-то чудом он все же сдерживается а может и вид моих банок на руках этому помогает никогда он намеренно чеканит каждый слог настоящий мужчина не оскорбит чу-либо мать это так низко что я с тобой даже разговаривать не хочу ты не достоин этого ну развесистые кавказские словеса почему-то обычно ставят русских в тупик когда начинается подобный базар но со мной эти номера и раньше не проходили и ты говоришь мне это после того как первым задел мою маму делаю еще один шаг вперед и тихо сквозь зубы сижу ему прямо в лицо пошел вон отсюда пидрила напомаженная любое терпение имеет свой предел и после таких слов он пройден безвозвратно кикабит за обеими руками пытается схватить меня за горло как будто хочет задушить или оторвать голову и тут же получает левый короткий в печень хрипящего и подвывающего от боли я беру его за воротник пиджака и выволакиваю по полу в коридор прямо под ноги обешившего кобзона а вот как испарился из комнаты эстонец я даже не заметил классическое сочетание цветов красный серый и черный все три платья сшиты из шифона и выполнены в одном стиле завышенная талия эффектно подчеркивает высокую грудь девушек благо есть что подчеркивать юбки длиною в пол собраны затейливыми складками и летящий силуэт зрительно делает всю троицу еще более высокими и стройными вверху платьев с открытыми плечами алифы находчиво украшены стекляшками отколопанными с чешских елочных шаров короче дорогая элегантная простота красное платье с юбкой гофре на вере черное с эффектной вышивкой уальдоны а серое с небольшим шлейфом просто идеально подошло шатенке лади даже не знаю что произвело на зрительный зал большие впечатления хорошая песня красота солисток или офигительные платья но хлопали им как сумасшедшие такой прием превзошел даже овацию на дне милиции поэтому мое появление на сцене с городскими цветами и святой троицей на бэк вокале было по определению обречено на успех фонограмму цветов мы аврально переписали за день до концерта в последний момент до меня к счастью дошло что песня звучит по стране уже полгода и меня однозначно будут сравнивать с боярским которого я просто тупо взял и скопировал так что теперь совместно стерео женских голосов не просто вытягивающим припевы но и создающим мне фон в куплетах это совершенно другая песня классом неизмеримо выше не гнусавое блеяние обделенного вокальными данными усача а очередной маленький шедевр который и так удаются веренной маме преподавателю московской консерватории успех был полный я вольготно рассказывал по сцене садился на ступеньки улыбался в камеры даже спустился в зал апофеозом всего стал момент когда какая-то толстушка с милым добрым лицом в алиповатой красной кофточке кремпленовой юбке и сапогах подошла ко мне прямо во время песни и вручила букет ромашек ну понятно что не мне она их на концерт несла ну понятно что не полевые большие такие на длинном стебле декоративные или как они там называются но ромашки же как говорится нарочно не придумаешь что ж я тоже не растерялся придержал тетеньку за локоток и во время музыкального проигрыша чмокнул ее в щеку зал смеялся зал улыбался зал умилялся зал даже подпевал последний куплет зуб даю мне аплодировали гораздо лучше чем выступавшему следом дуэту Софьи Ротару и Карла Гота и все же а вот 0-2 мы сенчиной наконец-то исполнили на бис мы и хор МВД почему попробуй пойми конечно и на дне милиции нас тоже явно звали на повтор но там зал встал и было совершенно нереально держать членов политбюро на ногах на протяжении биса да песня отличная да хор МВД великолепен но зал то в этот раз не милицейский и инициатива биса была не наша фонограмма во второй раз зазвучала для меня весьма неожиданно ну и что спели и второй раз и снова искупались в овациях песня 02 автор музыки и слов Виктор Селезнев стоящая рядом радостная и раскрасневшаяся сенчина возвращает мне мои аплодисменты и еще раз треплет по макушке вызывает смех и улыбки хлопающего зала к моменту возвращения всех артистов с финального выхода в гримерке нас ждали незабвенная Галина Леонидовна и ее лепшая подруга Светлана Владимировна Щелокова билеты на концерт я им обеим достать конечно не предлагал да и вообще как я понял сидеть в зале в котором все непростые люди Брежневу и Щелокову хорошо знают и обязательно начнут приставать с приветствиями или просьбами им совсем не улыбалось ну и пропустить выступление ансамбля в успех которого обе так сильно вложились было бы выше их сил поэтому подруги устроились в аппарат и режиссера руководство Останкино подсуетилось и быстро соорудило в помещении три кресла и столик с кофе и пирожными вот там за затемненным стеклом в компании Эндлера Мамедова первого зама Лапина обе гранд-дамы советского высшего света весь концерт и отсмотрели и соответственно оказались свидетелями нашего триумфа в полной мере а затем пришли за кулисы поздравить самый талантливый и самый красивый ансамбль страны и только в Праге когда у всех присутствующих закончили фонтанировать первые самые яркие эмоции от наших фееричных выступлений и хлопки открывающихся бутылок советского шампанского стали пореже Клаймич призывно кивнул мне ненавязчиво увлекая Брежневу и Щелокову в сказочный зимний сад ресторана я ведь не скажешь что в Григории Давыдовича умер артист таки на эстраде человек работает но то что его потенциал в драме еще только ищет выход своему таланту это однозначно огорченный приправленный нотами трагизма рассказ Клаймича искренне поразил обеих царственных подруг что вот так и отказался выходить когда девочкам надо было переодеваться неверяще переспрашивает дочь генсека и пораженно смотрит на меня скорбно пожимаю плечами и хмурюсь рядом в унисон тяжело вздыхает Клаймич и правильно ему врезал все таки Галина Леонидовна реально хороший человек чтоб там ни было и чтобы потом про нее не писали только доверчивая слишком добрая излишняя и отзывчивая чересчур щелокова практичнее спокойнее думаю умнее галюсь успокойся сейчас давай с праздником закругляться и поедем к тебе почаевничаем там ребята все еще раз спокойно расскажут глядишь и Юра с работы подойдет нам надо эту историю принести первыми тоскливо высиживая на уроке анатомии и вполухо слушая монотонные откровения биологички о гигиене я искренне пытался разобраться на кой хрен мне вообще потребовалось устраивать этот грузинский геноцид ведь легко можно было все решить без кулаков не перед лицом своих высших милицейских покровителей я сумел выгрудиться не то что без особых проблем но даже с прибылью поздним вечером того же дня сначала перед Чурбановым а на следующее утро уже и лично перед Щелковым мною была нарисована душераздирающая картина постоянных преследований и провокаций со стороны маститых мэтров здесь правду и ложь я без комплексов мешал в одну кучу не погнушался даже откровенной клеветой абстрактным и конкретным мэтром мною было приписано все их откровенная грубость во время записи комсомола в мелодии и злобные реплики и взгляды на дне милиции когда выяснилось что всем артистам придется выходить на сцену под нашу заключительную песню и запрет на любые хождения по сцене на песне года пугачевой разрешили петь вообще без микрофона даже девчонка из детского хора бегала по всему залу пламя всем составом в зал спускалось а нас вознамерились столбами заставить стоять у микрофонов да я спустился в зал и сел на ступеньки но просто потому что плюнул на этот запрет горячо вещал я игнорируя совершеннейшее охренение в глазах Клайбича и это еще далеко не все аста понесло помните мы договорились не афишировать принадлежность ВИА к МВД чтобы не нарываться на неприятности за границей оба генерала синхронно кивают так они специально объявили что ансамбль красные звезды это музыкальная студия МВД наверняка уже пронюхали что нам скоро ехать в Италию и решили нагадить откровенно говоря сам то я думал что произошедшая обычная накладка и скорее всего это даже наше упущение что не согласовали с режиссером текст представления группы ну уж валить все в кучу так валить тем более что последний довод похоже произвел на Щелокова больше всего впечатления у него на лице аж желваки обозначились а этот мимино мелодраматично возопил я пользуясь моментом он специально пришел и не давал нам ни подготовиться ни переодеться и усиленно старался вывести из себя веру это брюнетка танк опять ни в какую ну потом слово за слово и там он уже в разговоре Витину маму зачем-то задел вот и понятно Щелоков хлестко припечатал ладонью по столу Юрий пора разобраться с этим гадюшником злобно прищурившийся Чурбанов ответил министру молчаливым но энергичным кивком я отрываю глаза от раскрытого учебника привычно ловлю пару девчоночек взглядов и делаю вид что снова погрузился в изучение картинки с человеческим скелетом не знаю конечно как генералы разберутся с гадюшником но на какое-то время все наши враги затаятся это хорошо с другой стороны никто нас особо и не донимал пока уж я-то это точно знаю так какого хера стоило затевать эту бучу ревность но это даже не смешно сомнений в чувствах веры у меня не было никаких да и явное облегчение в ее взгляде когда я зашел в гримерку тоже не оставляло места для сомнений показать кто тут главный а кому благодаря Клаймичу и Завадскому и Лехе да проще перечислить кто не 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 проще никто в коллективе мое главенство не оспаривал вообще никто даже Альдона прилюдно никогда не позволяла себе меня как-то задеть при Лехе и даже при маме по утрам когда я мешкал со сбором на тренировку она вполне могла даже легкого пенделя отвесить но в коррективе ее поведение по отношению ко мне всегда было безупречным это если не вспоминать как она меня чуть до полусмерти не отмордовала но ведь и это наедине было хотя конечно гадюка бешеная я мысленно ежусь от неприятных воспоминаний думается мне что есть только одно объяснение казалось что при помощи кулаков проблему было решить проще всего мой удар сносит с ног взрослого мужика возможно не каждого но пока сносил всех плюс я хорошо помнил поведение кикобидзе в будущем вот и не стал заморачиваться а зря стремление к простым решениям понятно и желаемо но чаще всего ошибочно лентяй несчастный ты когда наконец принесешь холодец или мне самой за ним идти придется запущенная мама и мандаринка попадает точно мне в лапы ща мам приходится оставить постороннего наблюдателя за суетой вокруг новогоднего стола и отправляться на второй этаж там у чуть приоткрытого окна на подоконнике в кабинете переговоров застывает шикарный говяжий холодец в москве четвертый день температура не поднимается выше минус 25 градусов и холодец уже дошел до кондиции плотно закрываю раму и некоторое время с неподдельным интересом разглядываю прикрученный со стороны улицы градусник хмыкаю и осторожно несу покрывшееся тонким жирком большое блюдо на первый этаж дорогие товарищи позвольте всех поздравить на улице минус 36 градусов ответом мне служит хор бурного изумления веселый смех и ехидное предложение милейшая Роза Афанасьевны поскорее за это выпить со дня концерта прошло меньше двух недель ощущение как будто целая вечность каждый мой день был настолько плотно утрамбован событиями что просто некогда было перевести дух как Щелоков с Чурбановым собрались разбираться с гадюшником я не знал и никто почему-то мне об этом докладывать не спешил но свой верный маленький маузер верки я теперь таскаю даже в школу он отлично помещается во внутреннем кармане школьного пиджака и наполняет мою душу железной уверенностью а взгляд не сгибаемой сталью а если серьезно то береженого бог бережет и если меминок кого-нибудь подошлет со мной поквитаться то десятизарядный пистолет станет в этой разборке прекрасным аргументом который я использую ни секунды не мешкая Леха уже тоже в курсе с ситуацией теперь в кармане его дубленки лежит большой альпинистский карабин полноценно заменяющий кастет при этом никак не подпадающий под действие у карас ФСР а подмышкой большой брат постоянно таскает аккуратно обмотанной упаковочной бумагой и перевязанной бечевкой обрезок арматуры сначала я думал достать для Лехи из гаражной нычки ттшник но потом поразгинув мозгами решил что маленький маузер стреляет несопоставимо тише к тому же вероятность что я попадусь с пистолетом гораздо меньше а вот возможности выкрутиться при попадании уж точно больше чем у мамонта в чем не без труда но сумел того убедить вообще-то с Лехой пришлось нелегко когда он узнал о происшедшем в гримерке конфликте то разозлился жутко на себя и в принципе понять парня можно отвечает за безопасность а во всех возникающих конфликтах или отсутствует или вообще оказывается за моей спиной вспомнить ту же разборку с четырьмя грузинами в Сочи около Бочарова ручья так и до комплексов недалеко кстати опять грузины Нодар Зураб Зураб Варагви Каха с тремя земляками в Сочи концерта как истинный джентльмен повез обеих стюардесс домой как оказалось жили девчонки вместе в аэрофлотском общежитии Навыхино а там Мамонт каким-то невероятным образом сумела боять тетю вахтершу да так что та даже разрешила ему на часик зайти к девчинам до чаю так что об эпической битве в Останкино Леха узнал только к обеду следующего дня поскольку утром вместо школы я уехал на ментовской Волги на Огарева совместно с Клаемичем доводить до министра нашу версию событий к заметному удивлению мамонтяры я не спорю и следующие ползара часа мы тратим на обед и обсуждение организационных вопросов по реальному формированию службы безопасности для The Red Stars ЛТД теоретически с этим дела обстояли вполне неплохо Леха записался в пять районных боксерских секций две около нашего дома и еще три около студии в результате его периодических появлений там у нас на сегодняшний день образовалось четыре кандидата в будущие рабочие сцены вот Леха озабоченно потыкал пальцем в потрепанный блокнот со своими каракулями все тяжи выше 185 холостой только один у двоих дети один в ней работает техником остальные на заводах из них двое заочники права водительские у всех четверых отслужили тоже все два десантника мотострелок разведчик и морпех многозначительно выговорив заключительное морпех Леха отложил блокнот и бросив на меня удовлетворенный взгляд быстро заработал ложкой в тарелке с остывающим борщом ВВшников и пограничников я в отборочном задании исключил сразу из моего прошлого опыта двухгодичное общение с зэками здорово деформировало психику молодых парней а погранцы сейчас входят в войска КГБ так что нахрен ибо нефиг что ж отлично задумчиво тяну я глядя на макушку большого брата склонившегося над тарелкой добро Леш разговаривай с ними теперь предметно в школе мое участие в песне года уже не секрет что вызывало вал вопросов от одноклассников резко усилившееся желание дружбы со стороны девочек смешно да и моя драка с четырьмя балбесами похоже тоже уже ни для кого не тайна иначе с чего бы со мной так дружно здороваются десятиклассники и мило улыбаются старшеклассницы есть большая неожиданность состоялось внеочередное классное комсомольское собрание на котором по предложению комсорга меня избирают членом комитета комсомола вот просто так в середине учебного года с дуру я подумал на озабоченную секретаршу школьного комитета ВЛКСМ ту которая набивалась в гости но потом все разъяснилось инициатива райкома как же ведь я единственный школьный лауреат комсомольской премии не ленинского комсомола и даже не московского но в других московских школах нет и такого так что теперь у меня имеется в наличии такая сомнительно необходимая для жизни цацка как член комитета комсомола школы выгляди еще общественная работа и попробуют загрузить а все остальное в школе оставалось нудно и мрачно уроки диктанты домашние задания четвертные контрольные хотя проблем с успеваемостью учителями нет никаких но я решил твердо после Италии буду добиваться экстерната сил моих на эту школу больше нет никаких в четверг я был удостоен чести побывать в гостях у Эделя Самый крутой жилищный маклер столицы с невозмутимым видом выслушал все мои хотелки пригубил одуряющий ароматный кофе из крошечной фарфоровой чашечки и огорченно посмотрел на Клавича эх Гриша Гриша зачем ты меня не остановил почему я так надрывался делать Софочке квартиру ведь нам надо таки было просто познакомить этих молодых людей между собой Витя вы знаете моя внучка Софочка удивительная красавица а какая она прекрасная хозяйка Эдель медленно и аккуратно поставил на стол явно дорогущий фарфор затем экспрессивно всплеснул короткими ручками и закатил в экстазе глаза Григорий Давыдович с насмешливой улыбкой наблюдавший за разворачивающимся представлением ехидно прокомментировал а еще Софочка уже давно замужем и воспитывает двух очаровательных дочурок не успел я засмеяться как Яков Ефимович тут же возмущенно парировал и когда одно мешало другому позвольте узнать этот юный красавец и дальше будет пленять сердца множество прекрасных дев и если каждый из них старый Яша потом станет выменивать по квартире то сбудется мечта моего нищего детства я умру очень богатым человеком Клаймич усмехнулся и демонстративно оглядел пространство вокруг себя а посмотреть было на что окружавший нас антиквариат картины хрусталь фарфор статуэтки и ковры прозрачно намекали что скромный владенец запорожца жопика уже очень богатый человек имеющий все резоны избегать встреч с любознательными сотрудниками АБХСС сдаст сука как за жопу по-настоящему возьмут так сразу и сдаст к тому же если до сих пор не взяли значит стучит давно и добровольно интересно в какую из двух контор впрочем выбора у меня нет спасибо хоть вовремя натолкнул на мысль что мой аттракцион невиданной щедрости надо замотивировать хоть какой-нибудь версией смущенно отмахиваюсь да что вы Яков Ефимович какая там любовь Ира намного меня старше Клаймич подтверждающе кивает и чуть прикрывает глаза А Веру сейчас видать вспоминает просто Ира с мамой наши давние соседи отец у нее буйный алкаш сами они никак не справятся но а я могу помочь тем более сейчас такие заработки что и тратить не успеваю Эдель опять потешно закатывает свои глазки голосом наполненным неподдельной горечи буквально стонет мне таки больно представить он не успевает тратить чтобы я так жил да ой не могу так или иначе но после крепкого кофе комической пантомимы и вежливой но яростной торговли Эдель взялся за дело спасибо Продолжение следует...